Всем привет, с вами подкаст СРУВ веб-проекте веб-дизайн, мы в 260-й раз с вами, меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Мы на самом деле сегодня подготовили для вас очень много интересных тем. Честно, я вот редко когда смотрю на темы, и ну вот каждая меня будоражит так, чтобы прям про нее хотелось вот долго разговаривать. Иногда бывают какие-то вот темы, которые мне кажется неинтересными, а потом Саня так интересно их рассказывает, что мне становится неинтересно. Про черную материю, например, да? Именно черную. Про черные дыры и темную материю. Например, да. То есть я думаю, да что ты какая-то бредятина, а потом в итоге как интересно-то. Вот. И сегодня я на все смотрю, и каждая меня, ну, завлекает. Мне тоже кажется, что в каждой будет что-то. Я тебе больше скажу, сегодня беспрецедентно один из выпусков, спасибо. Когда мы при шоу будем писать после, чем в шоу. Это будет пост-шоу. Пушим в прот. Мы его будем писать именно перед тем, как пушить в прот само шоу. То есть буквально мы без разогрева? Ну, слушай, да. Знаешь, как есть вот группы, да, музыкальные, которые прям не любят разогрев, они первые как бы сразу выступают, и первые и последние. А я, кстати, не знал, что такие есть. Да, вот такие. Ну, то есть обычно же разогрев, он даже не для группы, а для зрителя. Конечно. Чтобы когда уже ты вышел как хедлайнер, уже все были, так сказать, это. Все зашли, все собрались, все напились. Да, да. Чтобы уже все, когда ты говоришь, make some fucking noise, они его такие мейкали, этот fucking noise. А у нас сразу сегодня, без разогрева, мы такая группа, которая уже все точно пришли, уже все точно напились. И поэтому первой темой я предлагаю рассмотреть вообще посещение конференций, и какие бы конференции нас бы заинтересовали сходить. Вот знаешь, я, короче, опять же, думаю всегда, вот мы с тобой, допустим, будем нас называть бизнесменами с 2000 какого-нибудь 12-го года. Ну, да, так и есть. Мы начинали, я вот на первую буквально зарплату... Мы в 2011 году, когда уже мыли туалеты, мы уже думали про бизнесы, и уже Славика оставили как нашего представителя, так сказать. Да, мы как OG Lock в GTA San Andreas мыли туалеты, а в этот момент думали, как мы будем звездами. Да, да, да. И мы тогда думали, значит, и, как сказать, на первую там зарплату, например, на такую вот существенную, я помню, я поставил себе магнитолу там в машину, купил айфон себе. Да, я, кстати, помню, как мы ставили тебе магнитолу в машину. Да, да. То есть мы бизнесмен, ну, со стажем буквально, да? И я что думаю? Не что, что бизнесмен, но первую зарплату. Такая нормальная. Бизнесмену сами себе зарплату, которую выплатили. Да, мы сами себе. Да, и я вот сейчас думаю, а изменилось ли что-то в 2024 году вот с точки зрения бизнесмена, как человека, который вот управляет бизнесом, да? И я подумал, вот мы же все, опять же, вот IT занимаемся постоянно, да? И постоянно, короче, хочется иногда там кому-то выйти, зайти, кому-то отскочить там в другую какую-то там степь, да? Может быть, открыть какой-то свой бизнес, ну, продолжать заниматься там программированием, например. А еще дополнительно какой-то, ну, чтобы денюжки были там, чем-то интересным заниматься. Щебнем заниматься знаменитое, то, что я говорил. Щебнем, например, да, вот что-нибудь такое. Я подумал, вот прикольно было бы, знаешь, вот открыть какой-нибудь вот не бар, да, а именно магазин с крафтовым пивасом, но чтобы было вот не так не структурировано. Вот ты заходишь вот куда угодно, да, не будем называть название магазинов, и там как-то вот, ну, нет структуры. Там в клетчатых рубашках черно-красных тебе дают. Да, нет какой-то вот, во-первых, нет культуры, нет структуры вот у крафтового. Я понимаю, что в других городах, может быть, как-то по-другому нас оценят, но вот я говорю конкретно вот про Челябинск, что я вижу вокруг. Нет какого-то вот, хочется этим заняться, знаешь, чтобы была такая сеть крафтовых магазинов, пиваса, да, и чтобы, короче, там все по полочкам идеально стояло, и чтобы я знал, что мои там консультанты знают, где там саур, такое название, где там какой-нибудь кисляк, где хреняк и так далее. И вот хочется такого вот подхода, знаешь, системного. Да, да, часто об этом думаю, да. Да, я сейчас влезу в это, а как я буду этим управлять, да, вот как в 2024 году можно вообще таким управлять и вникнуть в бизнес и понимать вообще, как там, как мои клиенты себя чувствуют, да. Ты имеешь в виду, ты хочешь ощутить и получить экономический эффект от автоматизации процессов работы с клиентами? Ну, буквально, буквально. То есть, я бы хотел поглубже об этом где-то узнать. И мы с чего начали? Мы начали с конференции. То есть, мы все ходим там на какие-то конференции айтишные, да, сколько можно уже фронт-энд это слушать, там, тестирование, дизайн. Ужас. То есть, разные конференции посещаем. Угу. А потом видишь, в каких у тебя, на каких точках у тебя, в какие моменты больше пиков. А еще ты, если своих работников, которые у тебя в черно-клечатых, в черно-красных клечатых рубашках будут, скажешь, ну, вы хотя бы стилусом тыкайте пол и возраст человека, который сейчас только что вот этот чек купил. А если это мы говорим не о каких-то там рыгаловках, да, в которых, ну, поток там бесконечный, невозможно успеть там тыкнуть никого, а именно вот, ну, когда прилично у вас все. Прилично. Я только прилично хочу, конечно. Заходит, ну, там, ну, в пределе, там, 50 человек в час, да, у тебя зашло. Ну, можно протыкать, да, 50 человек. И ты потом видишь статку по тому, кто у тебя в каком возрасте заходит, что, кого. И ты уже понимаешь, что в какие часы ты включаешь какую музыку у себя, ты тоже можешь это заавтоматизировать. Ты видишь, ага, ко мне заходит хипстота, вот, всегда. И ты просто включаешь постпанк современный, да, вот этот вот. А потом смотришь, а потом нет, все-таки в пятницу вечером мужики тоже 50 лет заходят. Причем больше, чем всех хипстеров. Да, ты немножко уже другое в этот момент начинаешь включать. Это вот от таких базовых вещей, заканчивая просто эффективностью того, какие люди у тебя, как люди у тебя работают. Ты можешь нанять хоть 20 человек, но если процессы не будут выстроены, то эти 20 человек будут сраться и воровать у тебя. А сраться, я имею в виду, не под себя, а друг с другом. То есть будут конфликты какие-то. А, ну, мы хотим, чтобы наши сотрудники были максимально эффективными и продуктивными на своих рабочих местах, чтобы выполнять свои должностные инструкции. Знаешь, мне это напоминает чем-то вот умный дом, только это умный бизнес, да. То есть у тебя такое есть управление, вот прям буквально откуда-то, да. И ты все смотришь, и там у тебя какая-то статистика есть. Все само там зажигается, выключается, датчики и так далее, и так далее. Только это все в бизнесе. И вот мы с тобой узнали буквально про такую конференцию, как BPM Day 2024. Да. На которой реально можно узнать про такую штуку интересную. То есть, знаешь, если честно, вот без юмора, да, но вот если не какая-то небольшая страна, да, в ней же можно буквально, ну вот, управлять такой штукой. Это же буквально управление и страной тоже, может быть, с помощью вот таких систем, да, которые можно узнать на BPM Day 2024. Согласен со мной? Каким-нибудь... Я просто, чтобы ты понимал, ты у меня прервался. Я про небольшую страну, и потом у меня возобновился Skype. Я даже теперь не знаю, ты без юмора что там сказал. Я там без юмора было, что я говорю, что даже маленькой страной можно управлять с помощью вот такой... Это же как бы как, ну, один большой бизнес, да? Ну, по сути. Ну, правильно? Ну, согласен полностью. Да, то есть ты будешь видеть там отзывы своих буквально граждан, только как клиентов, да. То есть это такая штука, короче, очень важная вот система, в которой можно смотреть. И я подумал, вот надо как-то понять вообще вот, если пойдешь на конфу BPM Day 2024, ты можешь там реально узнать, как вот вообще управлять с помощью систем типа CRM, да, своим бизнесом. Ладно, мы с тобой рассмотрели торговлю, да. Торговля, она такая, достаточно, так скажем, я имею в виду розничная торговля, она такая достаточно ситуативная. То есть человек, который у тебя что-то купил, он к тебе может и не вернуться. Да, он, скорее всего, вернется, если ему улыбнулись, если ему понравился там качество напитков каких-то там, или кухни, или что-то еще. Буквально внешний вид, да, понравился. Но если мы будем говорить про, например, оказание услуг, условно, есть у тебя транспортная компания. И для нынешних современных транспортных компаний, которые вообще никакие CRM-ки не используют, буквально в Excel-ке ведут какие-то там заявки и так далее, для них заявка заканчивается в тот момент, когда закрывающие документы были подписаны, все, мы забыли, закрыли и так далее. Но на самом деле, как мы знаем, самые лучшие клиенты – это вернувшиеся клиенты. Если вдруг какой-нибудь там ООО «Чел-щебень» воспользуется снова услугами твоей транспортной компании, это будет твой выигрыш. «Чел-крафт». «Чел-крафт», да. Это будет твой выигрыш как бизнесмен. И для этого, я считаю, нужно повсеместно вводить практику последующей работы с заявками, когда уже все отгружено, все классно, но наши менеджеры с тобой видят, что в нашей системе заявка светится как выполненная, но еще без постпродажной подготовки, так скажем. Мы не позвонили, через неделю не поинтересовались, как у вас там вообще? Груз-то доехал? Все хорошо? А вот у нас, кстати, в следующем месяце акция, если вы снова 15 тонн отгрузите через нас, 2 тонны из них будут бесплатно. И вот эти все вот эти истории, если у тебя это ни в какой системе не учтено, ты просто это не вспомнишь никогда. Понятно, можно там какие-то стикеры лепить у тех менеджеров, которые ведут каких-то конкретных клиентов на монитор. Это все деревенский стиль. Но это говно. Все, нет, так не должно быть. Я уверен, что очень много людей, на самом деле, вообще даже вот бизнесменов, я имею в виду, как мы с тобой с 2011 года, не понимают вообще, что сейчас современный мир, в котором надо бизнесом управлять уже по-новому. Никаких деревенских стилей, только лофт-стиль. Как, например, в пространстве лофт номер 4 на втором Кожуховском проезде 29, корпус 6. Да, там, где будет как раз BPMD 2024 проходить. Вот там можно будет реально погрузиться с чуваками, с настоящими спикерами, которые, ну, как минимум внедряли подобное. Они расскажут тебе. Они уже владеют цифрами, как выросли у них экономические показатели после внедрения. Внедрение не так интересно, как то, что внедрение иной раз, может быть, даже больно быть. Но только если мы не внедряем продукты партнеров конференции BPMD, там, скорее всего, на этапе внедрения тебя за руку ведут еще больше, чем ведут за руку тех, кто много выпил в твоей челкрафте. Там все будет классно. Но даже после внедрения, вот, например, я смотрю на программу, у вас сейчас зрители, она на экранах, а слушатели, просто представьте. Вот выгоды от внедрения систем класса BPM, только цифры. Это такой доклад. И представь, 20 минут чистой выжимки, когда Дарья Кагарлицкая, технический директор компании Navicon, она просто буквально расскажет о том, как вот у них все это происходит. Скорее всего, у клиентов их BPM-системы будут реально показать. У кого-то в три раза выросло, у кого-то в 15, в конце концов. Смотря на сколько, в каком запущенном состоянии бизнес вдруг одумался и решил внедрить диджитал-решения какие-то в себе процессы, свои процессы, прошу прощения. Какой еще доклад тебе приглянул? Мне вот именно вот только цифры понравились. Я считаю, что если тебе за 20 минут смогут что-то продать, а скорее всего доклад будет выстроен так, что за 20 минут все захотят буквально пойти и какой-то демо-период этой системы заказать, то значит, это действительно имеет право на существование. Мне, во-первых, понравился раздел, что это бесплатная конференция. Это самый лучший раздел. С этого начать нужно было на вот этом лендинге, который BPM-дэй. Да, тем более, что мне кажется, людям, которым нужно внедрять такие решения, там даже цену им не надо называть. Знаешь, как сказать, это бесценный для них опыт. Ну, классно. Прийти на такую конфу. Да, да. Но мне очень понравилось, ну, не буду шутить, что ланч, демо-зона и нетворкинг. Ну, мне понравилась оценка бизнес-вэлью от комплексной автоматизации подхода к развитию клиентов премиум-сегмента. Просто потому, что, ну, тоже это все об одном, да, то есть это все о том, что вот как мне крафтуху такую сетевую открыть, и мне тут оценят бизнес-вэлью. Потому что ты, вот есть у тебя некий X денег, да, ты взял себе кредит под развитие бизнеса, под залог машины, квартиры и родственников, а тебе нужно понять, куда его вложить. Буквально нанять 50 человек, арендовать 4 точки. Или начать с одной точки, 10 человек, но при этом купить себе какую-то BPM-систему и выжать максимум из этой точки. Ну, да. Поэтому я считаю, что... Давай так, вот честно. Если бы я был в Москве, я бы сходил. Да, реально это круто. В смысле, вот мы с тобой, короче, обсуждаем, да, чем больше мы обсуждаем, тем больше, мне кажется, что это абсолютно великолепная история вообще. То есть вот BPM-2024, вот абсолютно без шуток говорю, что вот это хотя бы что-то новое, знаешь, для себя узнаем. Не согласен. А вот это сходить... Когда прийти на этишную конференцию классическую, послушать, как кто-то опять выгорел, а потом опять горел, перегорел и так далее, ну, камон. Согласен. Надо как-то уже... Вроде тоже ведь лофт пространства, ведь могут, когда хотят. А могут. При этом какая-то пресная хреновина. А здесь все классно. Да, ну, мне кажется, это просто следующий шаг конференции. Вот уже после того, как ты там выгорел, сгорел, потом нормально пошел и сделал... Ты пошел, все-таки открыл крафтуху, вышел из IT этого, наконец, проклятого. А там снова тебе хоп и диджитал решение. Без них никуда. Но хотя бы ты к этому пришел уже не со стороны разработки, а со стороны, так сказать, приобретения этого всего. Да. Поэтому 24 апреля, Москва, разумеется. Только Москва, да. Технологический форум BPM Day 2024. Ссылка у нас будет в описании, правильно? Обязательно. У нас и QR-код здесь всплыл, возможно, уже несколько раз, пока мы разговаривали. Но в описании, разумеется, тоже ссылка. Программа все еще дополняется. Возможно, те три доклада, которые вот еще не анонсированы, возможно, они будут еще в сто раз интереснее, чем те, которые мы уже обсудили. И там будет вообще самый смат. Так что я считаю, нужно обязательно быть. Я повторюсь, я бы отгул взял этот день вообще за свой счет. Просто потому что руководители IT-проектов в Simple Wine, так-то мы бы раз про крафтуху уже говорим, но надо великих послушать, которые уже, сколько они алкоголя продали, миллиарды тонн какие-нибудь. Вот я о чем и говорю. А Фаберлик? А ВТБ лизинг? Ни хрена, да? Сколько людей тачки купили себе через ВТБ на ОООшку? Некоторые ОООшку только для того и открыли, чтобы в лизинг себе тачку купить. Согласен. И не рисковать ей, когда банкротом признают. Тут и Сбер лизинг, по-моему, тоже. Да, то есть тут серьезно. А, Сбер маркетинг, точно. И Сбер лизинг. Серьезно, ребята. А вот просто с ними выпить кофе уже плюс 15 к успешности бизнеса. 100%. Грядущего. Поэтому обязательно ныряйте по ссылке в описании. Господи, осмотрите. Ознакомьтесь со списком спикеров, с программой и сходите. Может быть, даже за счет компании сходите. Тем более, что конференция бесплатная. Хотя бы день вам этот оплатит, уже хорошо. Уже хоть послушайте о современных... Даже если... Ладно, хрен с ним. Не можете бизнес себе потянуть. Но вы разрабатываете уже CRM-системы и BPM-системы. Сходите, послушайте, как их внедрение вообще отражается на бизнесе. А то вы же ведь, когда ее делаете, у вас труд-то отчуждают. Вы даже не знаете, что ваш труд на самом деле помогает людям. Это для мотивации, по-моему. Вот кто выгорел как раз, но еще не ушел из IT. И делает CRM-системы и BPM-системы. И думает, зачем графики эти? Эти канбан-доски с перетаскиванием заявок. А вот идите, послушайте людей, которые на этом миллиарды зарабатывают. И дальше за свою зарплату возвращайтесь. Делайте эти канбан-доски. Короче, блин, BPM-д 2024 это кайф. Это не просто конференция. Это, между прочим, технологический форум. Напоминаю, это новая эра конференции. Новая эра конференции это технологический форум. Поэтому давайте. Увидимся там. Ну вы, может... Смотри, может вы сходите и нам расскажете хотя бы. Вот если вы там увидитесь, наши зрители и слушатели, которые хотя бы в Москве, в отличие от нас. Ну да, согласен. Хорошо. Можем пойти к остальным менее интересным темам, но... Наименее интересным по сравнению с этой. Но, тем не менее, мы попробуем из них тоже сделать... Из темы про BPM-дей даже конфетку делать не надо было. Это уже трюфель. А тут придется, я не знаю, из чего делать конфетку. Ну, постарайся. Ну, постарайся, да. The Verge сообщает нам. На самом деле, я это, естественно, не на The Verge нашел. Не то, что я утром пролистывал ленту на The Verge, и у меня глаз зацепился за вот эту статью. Нет, ты ее где-то там скинул в каком-то буквально телеграм-канале. Я начал идти по Сурсам. Там был там 3D News ссылается на какой-нибудь там аудиоманию.ru. Аудиомания.ru ссылается опять на 3D News. И там я нахожу, короче, что они все ссылаются на The Verge. Так вот, новость. 26 марта 24-го года, в принципе, практически свежак. Я надеюсь, вы не в декабре услышите этот выпуск. Вот. И оно все еще останется свежим. Но виниловые записи, внимание, обзаряжают по продажам диски. CD-диски, компакт-диски, лазерные, оптические накопители. В два... Нет, в два раза вру. Во сколько, не знаю. Короче, во сколько-то. Второй год подряд, короче, опережают. Но да, на самом деле... Last year's vinyl revenue in the US more than doubled the amount spent on CD's. Больше, чем в два раза. Денег люди тратят на винилы, чем на диски второй год подряд. На самом деле, вряд ли это в количестве в два раза больше, потому что, мне кажется, винилы, они, ну, дороже. До 100% дороже. То есть, если ты больше потратил в два раза на винилы, скорее всего, ты их столько же купил, сколько дисков, потому что они в два раза дороже, чем сами диски. То есть, именно по бабкам, да? Ну, это логично, потому что ты еще, если вспомнишь, виниловые диски, так называемые, они же, вообще-то, ну, всякие подарочные. Всякие издания японские. Конечно, конечно. Это, в первую очередь, коллекционная история. Да. Поэтому, конечно. У нас... Ну, давай так. Может быть, так станется, что это снова будет мейтстрим. Вот. Но это главное, чтобы не после апокалипсиса ядерного, как в фуллауте это было, вот. Потому что, ну, понятно, что само оборудование даже, ну, если это не проигрыватель России какой-нибудь, который у нас здесь на радиозаводе делали, видимо, в ночную смену после систем радиолокационных. Я не знаю, как вот это было вообще? Почему на нашем радиозаводе делали проигрыватели вообще? Ну, а что, бизнес-то тоже должен просветать? Мы же только что про него говорили. Да какой бизнес в Советском Союзе? Ну, ладно. Видимо, мы мало очень знаем про Советский Союз. Короче, да. Ими зарплату, может быть, выдавали. Их специально делали, чтобы ими зарплату выдавать. Ну, короче, если это не такое виниловое проигрыватель, или что-то серьезное, типа того, что ты покупал, а на самом деле то, что ты покупал, это наверняка входной сегмент абсолютно. Да, конечно. А там дальше в гору до миллиардов каких-нибудь, и там суперпроводов, которые... Ну да, хай-фай-систему, конечно. Да, да, то есть там отдельно виниловый проигрыватель, отдельно какой-нибудь фон-корректор выносной, который там все по-другому... Кстати, сейчас расскажу про это. Я, когда к этой темке готовился, я не в тупую там пролистал, а я еще сходил в гитарный чат, и у тех, кто коллекционирует буквально винилы и тратит там сотни тысяч рублей на аппаратуру, спросил, типа, в чем смысл. Так. Вот. И об этом чуть позже. Давай фактура немножечко. Короче, на самом деле не только винилов больше стали покупать, еще и CD-дисков меньше стали покупать. То есть на самом деле 1,4 миллиарда выручено на винилах, а на CD-дисках 537 миллионов. На самом деле даже больше, чем в два раза получается, если посчитать. Но, да, повторюсь, графики расходятся. Винилы растут, а диски еще и падают. Поэтому, собственно, разница между ними растет с двух сторон, так скажем, на 700 тысяч меньше дисков годом ранее приобрели, чем теперь. Точнее, нет, в этом году, чем годом ранее. Это речь именно про CD, не про DVD, не про Blu-ray. Это про CD, ну вот буквально альбом Lady Gaga новый на CD-диске купили. То есть вот такого плана. Ну, то есть именно музыкальные, короче говоря. Да-да-да, мы здесь про рекордс, то есть именно про аудиодиски. Понятно, что лучше софта 2024, CD-диски только растут в продаже. Но мы сейчас только про аудио говорим. И на винилах, кстати, лучше софт, скорее всего, тоже растет. Ой, по братству стали какие-нибудь виниловые проигрыватели, в которых именно софт. Кстати, на Spectrum были такие компьютеры. Ты, кстати, застал ZX Spectrum? Нет. Или хотя бы там у батиных друзей в гостях? Даже не сидел, не, ни разу нет. Я тоже. А оказывается, ну, это тоже было в 90-е, когда у меня уже был ПК в 94-м, у кого-то еще Spectrum был. И там на аудио... Нет, не на аудио. Короче, там на магнитных кассетах был и софт, и игры, и вся фигня. До сих пор не понимаю, как это работает. Скиньте, кто-нибудь, хотел сказать, скиньте к нам в этих... В темку, где предложки у нас уже нету. Темки, предложки. Та-да-да. На самом деле, вы можете хоть где написать, у нас миллиарды каналов в связи. На work.sobaka.ru Темки тоже можно скинуть. В принципе, можете хоть что туда скидывать. Мы будем рады. Ну, так вот, смысл в чем? Смысл в том, что все равно 84% это стриминг, и физически digital копии 3%. Ты буквально не на Apple Music слушаешь, а на iTunes Store зашел, купил альбом отдельный. Не знаю, зачем так делать все еще, но, видимо, может быть, эти digital downloads, это, знаешь, какой-нибудь бэнд-кэмп, где ты именно инди-разработчиков поддерживаешь, чтобы не Тиму Куку 30% отдать, а им 70%, а чтобы 100% им отдать. То есть это единственная причина, по которой я бы делал digital download покупку вместо стриминга. Хотя, с другой стороны, есть шанс, что я настримлю этот альбом на репите больше раз, чем я бы потратил на digital копию. А так я ее куплю, и ее буду слушать, и уже не буду за последующие прослушивания платить. Поэтому странно. Ну да, но, с другой стороны, а если их кроме тебя никто вообще не слушает? Ты там настримишь, а оно им одну копеечку занесет. Там, по-моему, кстати, мы когда-то тоже разбирали с тобой несколько лет назад здесь темку о том, как это высчитывается. И там реально есть такая тема, что от конкуренции в жанре и так далее. То есть если ты в жанре синт-поп какой-нибудь условный или рэп современный сделаешь, там реально тебе надо миллионы прослушиваний, чтобы хоть копейку заработать. А если про постпанк уже упомянутый мной современный, скорее всего, там сильно меньше рейты или больше. Там только доплачивают еще, чтобы ты только выпускал это дерьмо, блин. Вот да, скорее всего. Мне, знаешь, что понравилось, что когда вот это пай-чарт, да, ты видишь, да, вот эту круглую диаграмму? И когда, короче, у тебя из года в год стриминг бы рос, то есть такой глагол to pac-man. Типа пай-чарт съедает внутреннюю, короче, хреновину. И вот там они пошутили, что, типа, физические копии, так и стриминг, так и не пакманит. То есть оно все держится примерно на вот этих 10% плюс-минус туда-сюда. Просто любители физических из CD-дисков уходят в винил. Ну, в общем, ты уже сказал, это в основном коллекционерская история какая-то. Потому что, чтобы ты понимал, для CD-дисков же тоже есть именно CD-проигрыватели, которые там по 100 тысяч стоят. Отдельно от CD-проигрывателей еще стример, так называемый, как-то так называется это хреновин. Отдельно усилитель, желательно ламповый. То есть там тоже до хрена. И отдельно можно процессор поставить, который именно там эффект объема или чего. Ну, то есть это прям отдельные коробки, которые все стоят денег. Особенно, если мы про хай-фай говорим. Если ты аудиофил, то ты в любом, вот любой носитель для тебя информации, ты можешь там... Да, да, есть CD-дисковые аудиофилы. Причем, ну, опять же, чтобы ты понимал, мастер на винил, он немножко другой. То есть на студии, когда тебе мастерят его, почему? Потому что на магнитных носителях физических, хоть на аудиокассетах, тут, кстати, об этом сказано, что аудиокассеты-то тоже на самом деле уже там сотни тысяч продали на самом деле. То есть они тоже где-то там в физической вот этой вот секторе пай-чарта есть. Так вот, возвращаясь, все магнитные носители, они шумят. То есть там есть высокочастотный шум. И для того, чтобы его отсечь, что делают? На мастере задирают высокие частоты. Я не знаю, от скольки там килогерц, наплевать, но от скольки-то задирают. И, ну, потому что нетрудно догадаться, что вычленить шум высокочастотный от просто высокочастотных звуков, типа там, я не знаю, треугольника, там, тарелок и так далее. Ты особо не сможешь. Поэтому задирают все высокие частоты, а потом фон-корректором это выправляют. Соответственно, ну, это практически как фильтр. То есть тебе срез высоких частот делают, и у тебя срезают задранные умышленно верха, которые смысловые, но вместе с ними срезают и шум. И, соответственно, у тебя получается примерно та же картинка, которую ты слышишь в цифре. Но при этом всякие артефакты и прикольчики от проигрывания винила, они остаются. Поэтому чисто аудиофильский смысл тоже есть. Кроме вот этого вот коллекционного, что там, ну, как мне написали, типа, одно дело, это чуваки, которым надо там открыть конверт, перевернуть. Даже вот само факт, что у тебя альбом поделен пополам, а иногда альбом прямо на двух винилах, да, тебе надо подойти, пластинку перевернуть. Ты не можешь его нарепить и слушать. Тебе ее надо ходить там, переворачивать. Вот это все, иголочку снова ставить. Это же все ритуал. Это как, знаешь, люди, которые себе вместо дровяных бань поставили электрические бани. Если это у тебя уже бизнес, и ты потом на BPM Day пойдешь для того, чтобы его как-то автоматизировать и почувствовать от этого какой-то экономический эффект, то окей, действительно, с электрическими банями проще. Хотя, чтобы ты понимал, есть даже супердорогие там, типа бренды Sangens и так далее, которые, к сожалению, не реклама, да, про Sangens. Так вот, есть такие, которые могут плескать даже. Хотя, по идее, на электрические тены нельзя плескать. Может, и током ударить и так далее. Но вот в дорогих уже даже плескать можно. Ты уже даже вот этот ритуал плеснуть, чтобы влажность увеличить, и то можешь воссоздать. Но, по-моему, все равно не то. Понятно, что там можно уже отдушки всякие, там запах дров, запах чего-то еще там впрыснуть. Ну, повторюсь, все еще не то. Но когда это у тебя бизнес, это, ну, действительно удобнее. Ты можешь буквально в ТРК себе такую парилку сделать, и тебе не надо там отводить дым куда-то там что-то, сажу, копоть выносить. Вот это все там мыть, стирать. Ну, тебе надо мыть, стирать, но только после посетителей, а не после, собственно, топлива твоего твердого. Поэтому вот с винилом примерно такая же история. Я еще сейчас тебе слово передам, потому что я знаю, что я-то как бы теоретик этих дел, а ты-то практик, поэтому вот, да. И самое главное, последний тезис, это что CD-диски тоже, они природно падают, потому что даже в тачках уже, ну, нет CD проигрывать. Вот в Санькиной Айкии еще есть, да, какого у него, 10-го года, 11-го? 11-го, помню. Ну, да, 11-го. Там есть CD проигрывать. Именно, ну, не когда ты пошел и купил, как ты, говоришь, магнитолу купил и поставил, а когда вот то, что встроено в тачку, а вот в каком-нибудь Хавале нету. Там уже планшет и все. А, реально? Ну, конечно. Там вообще практически физического ничего нет. То есть там, ну, короче, немного. Смотря в каком, конечно, но, да, если мы говорим Хавал Дарга, да, который я рассматривал, покупки были, было время. Там, блин, 6 кнопок, все остальное в планшете. Ну, и диски там, и аудиокассеты точно кидосывать уже некуда. Поэтому, ну, как бы это природно падают позиции. Ну, короче, бытовых CD проигрывателей все меньше, а аудиофильские, ну, это как бы свой процент у них всегда будет, но он не будет какой-то вот там большой и так далее. Поэтому жду, что ты скажешь. Если не скажешь, что я хочу, я тебе наводящий вопрос задам. Но пока говори просто от души. Пока говорю просто от души. У меня тоже можно вставлять диски в машине, естественно, потому что 2011 тоже года. И у меня, я буквально с каким диском купил машину, с таким и продам, наверное. Вот. А каким, кстати, теперь интересно? Коллекция какая-нибудь, диск и коллекция? Нет, какая-то некая, ну, есть такая исполнительница ШД, САДИ. А, знаю, да. Достаточно популярная, да, вот такая попсовая, по-моему, певица она. А может быть, даже она какая-то этно хрен его знает. Вот, короче, вот вставлен у меня там диск, поэтому все нормально. Жаль, нельзя винил никуда вставить. И да, я согласен. У меня тоже есть вот из-за того, что у меня есть виниловый проигрыватель и как бы несколько виниловых пластинок, соответственно. Да, как несколько. Я, кроме того, что несколько купил, я еще и у родителей забрал там кучу просто советских мелодий, вот этих вот виниловых пластинок. И да, эти все эффекты переворота, постановки иглы, короче говоря, ну, это очень круто. По поводу того, что обгоняют, это, конечно, немножко страшно, потому что действительно фуллаутная история какая-то. Уже люди хотят, по-моему, физически... Да просто людям делать некуда, денег девать. Жируют все, покупают винилы, вот эти все. Может быть, потому что, короче, кажется, что, знаешь, хотят уже более простые носители покупать, чтобы потом, если что, самому руками сделать носитель, в смысле, проигрыватель, который будет проигрывать. Потому что мы с тобой на одном из подкастов старых, может быть, кто-то давний слушатель, рассматривали... По-моему, это в подкасте было или где? Рассматривали. Ну, давай, продолжай. Я скажу, где это было. В куринке, в бане или в подкасте. Такой звук, как он называется-то, аудио какой-то этот, где реально, короче, ты берешь, типа, у тебя игла, ты орешь в трубу, а у тебя игла пишет по... И ты крутишь такую штучку, короче, и у тебя игла пишет звук на ленту. Это в подкасте, мне кажется, было. Как же это называлось? Это тоже как фон-корректор, только что-то другой, фон какой-то. Ну, на срайд. Короче, я все к тому, что вот если, допустим, условный апокалипсис, ты можешь себе проигрыватель виниловых пластинок, ну, грубо говоря, сделать. Ну, его просто легче сделать, скорее всего, чем CD-дисковый привод. Правильно? Лазер там, хреназер. Ну, это как в моем понимании, если честно. Ну, кажется... В моем тоже, да. Да, то есть, ну, не ты сделаешь, но сделает какой-то чел в подвале, да. Ему проще будет. Потому что, скорее всего, чтобы диски читать, ему будет очень сложно сделать. Ну, все сложнее и сложнее, соответственно. Вот. Да, знаешь, сейчас выяснится, что как с дискетами, короче, единственный завод, который вот эти диски, лазерные головки, так сказать, для CD-дюровов производит, он один остался. Да. И там и все. Фонограф, так и называется, да. Фонограф, да, фонограф. Посмотрите тоже, кто вот не знает про фонограф. Блин, чуваки, у меня, честно, это устройство, оно меня впечатляет все еще, как будто у нас в мире есть магия. Ну, физики поймут, наверное, мое ощущение, вот, а да, они физики просто вот узнают, что такое фонограф, и это реально, ну, ты типа ничего не делаешь, орешь в трубу, буквально, и, ну, игла пишет твой звук, а потом ты проигрываешь, и труба тебе обратно орет, то, что ты наорал. Ну, это просто, это как это вообще, я не знаю, как она понимает вообще. Вот, меня все это еще впечатляет, так же, как и виниловые проигрыватели, меня тоже впечатляет, что вот эта хреновина крутится. Казалось бы, нас CD-диски должны впечатлять, но это тоже, ну, блин, прикинь, игла крутится по вот этой круглой штуке, считывает дорожки эти и звучит. Ты CD-диски меньше видишь, тут все наружу, как наружные половые органы. А когда внутренние, не так впечатляет, поэтому. Да, я не знаю, какой я вывод должен сделать, если честно, но вот ты меня спроси еще какой-то вопрос, я тебе скажу. Наводящий, а видишь, в чем тема? Например, на винилах, как я часто вижу, это как вот, мне кажется, книги умрут еще последние из-за того, что артбуки всякие в книгах печатают. Так же и с винилами, там постоянно всякие эти, в limited изданиях, там типа саундтрек на виниле, какого-нибудь Death Stranding, наверное, был. Я помню, что их издают еще отдельно, что прям даже вот, не только там Iron Maiden, можно последний альбом на виниле купить, а реально OST из Death Stranding. Или там OST из Dune, наверное, я как бы не эксперт, но мне кажется, что если нет, то вот вам бизнес-идеи. Даже на BPMD еще не сходил, а уже брызжу на вас бизнес-идеями. Да, то есть кроме самого по себе саундтрека, там еще у тебя будет вкладыш, привкладыш, какая-нибудь штучка, где написано, все расписано, поздравления и так далее, росписи, автографы, короче. Да, это еще отдельная книга, действительно. Ну, как здесь на The Verge написано. Вряд ли вы кого-то впечатлите просто этим, коллекции джевол-кейсов. Конечно. Хотя там тоже есть, опять же, я, чтобы ты понимал, мою бурную молодость, когда я еще, у меня была супербольшая пиратская медиатека звуковая, во всяких там флаках, хераках и так далее, там были отдельно у всех альбомов папочки со сканами буклетов. Да. И там это тоже, сделать классный буклет, это еще ты больше как-то прикасаешься к группам, потому что там фотки какие-то, там текста, и к этим текстам там всякие подписи какие-то, именно от членов группы. Короче, это вообще искусство. Да, это вообще. И в смысле со стримингом? Да. Это не за ревница? Ну, конечно, сто процентов. Сто процентов. Просто. Это, короче, у нас сегодня весь подкаст будет про то, что, короче, мы немножко сдеградировали свое потребление, интертеймента вообще, всего вот, всего чего вообще. Контент мы сдеградировались, честно скажу. Вот, и конкретно виниловые пластинки и CD-диски, это то, что раньше нас немножко, ну, концентрировало наше внимание на музыке конкретно. Потому что стриминговые сервисы, чуваки, ну вы включили это, там идиот, там какая-то обложка, посмотрел, не посмотрел на нее, она там что-то переключила, само куда-то ушло. Я вот даже недавно вам скидывал, опять же, в подкасте это не было, по-моему, где чувак, типа, сделал тоже проигрывание, буквально треков, там, со стриминга, что ли, там, но тебе нужно физически подойти и переключить. Нет, не скидывал. Я не видел. Ну, короче, что-то такое. Ну, может, я просто пропустил. Саня так много с конференции писал, что я просто не смог даже. Да я знаю, это саркан, блядь, он ничего не писал с конференции, так? Вот на BPMD, если бы сходил, я думаю, он бы точно писал, не мог бы сдержать в себе, нам бы рассказывал, инсайды. Так, продолжай. Вот, то есть, немножко ты к этому усилия какое-то приложишь, ты какое-то внимание обратишь на это. Ну да. Ты знаешь, как, опять же, есть такая тема, что, вот, кушать, например, нужно не смотреть до конференции. Когда я ем, я глухонем, конечно. Да, надо смотреть в еду, да, чтобы ты еще больше удовольствия, больше насыщения получал, чтобы ты вот сконцентрировался на... Да, даже правильная сервировка, правильный свет на кухне, то, что ты за столом нормальным это ешь. Даже если ты реально садишься и каждый раз себе полотенчика на колени кладешь, а тут у тебя еще салфеточки, это и то, вот эти все ритуалы, они способствуют тому, что ты одним бутербродом можешь наесться на весь день. Это еще и экономия. Брускетты. Вот именно. Не бутербродом, а брускеттой. Вот ты еще больше наешься. Поэтому... Поэтому я все к чему, к тому, что виниловые проигрыватели нас к этому относят, и почему вот люди, ну, все еще выбирают, а может быть вернутся к этому, да, в какой-то момент. Потому что вот поэтому. Потому что, короче, присытились и откатываемся назад. Я согласен. Нужно как-то это... Выносить ценность снова в контент, в любой. Начиная от книг и заканчивая реально там виниловыми пластинками и так далее. Это реально круто. Просто круто. Нужно... Вот я дом построю, и там-то у меня все вот так. Ладно. Там у тебя будет умный дом, ты заходишь, у нас виниловая пластиночка ставится, знаешь, что... Сама переставляется. Уничтожить. Вот это все, да. Блин, в сериал Full Out хочется посмотреть после того, как мы с тобой это все просмаковали. Теперь да, теперь да. Ну подожди. Последнее, что я хотел сказать, это про... Интересно, даже что-то там у тебя еще осталось. Ты когда про родителей, про мелодии сказал, мне стало интересно. А, блядь, вспомни, у меня аудиосказки еще были на винил. Ты просто вдумайся вообще. Да, тоже есть. Насколько это именно... Тоже был пласт, как вот сейчас аудиокниги, да, там есть на Литрессе, это бездушный стриминг. А был опять же вот маленький мук, я уже всех задолбал с ним. Буквально слушал на виниле. Ты сидишь в таких вот загнутых, короче, туфлях. Да, ну в этих... Да, мы все поняли про них. Я Аладина слушал именно на виниле «Тысяча и одна ночь», там, где Аладин, это просто микрорассказ был. Ну то есть ты же... Ты-то, наверное, в курсе, что это был вообще микрорассказ буквально там на... Ну, конечно, не на... Там 20 страниц, ну, как не знаю, 25. Ну, типа, то, что из него целую франшизу там высрали и так далее, это, ну, случайность на самом деле. Кому-то из Диснея он просто попался под руку и так далее. У меня все еще есть книжка, именно «Пейпербэк», но «Пейпербэк» это громко сказано, она не толще, чем винил. Там буквально из 25, опять же, страниц. Там, где именно... Брошура. Их рисунки еще, где джин супер страшный, где он именно просто какое-то черное чудовище, и лампа тоже не вот эта красивая, как в Диснеи, а там просто именно вот лампа, как у них была, с огромной дыркой, просто какая-то коротенькая, засаженная вся и так далее. Короче, классно. Вот я такое на винилах еще тоже слушал и засыпал лучше, мне кажется, от хруста вот эту... Кстати, согласен. И я сейчас подумал, что, блин, это же лампа, которая как чайник буквально у Диснея. Зачем они чайник изобразили? Почему чайник? Ну, она выглядит как чайник, нет? У Диснея, вот если лампа... А, ну у Диснея, ну, скорее как кофейник, но неважно, насрать. Это к тому, что, да, она же, по идее-то, гореть должна и освещать, там, внутри топливо, то есть, ну, некое масло. Ты ее поджигаешь, и там, ну, видимо, из нее фитиль как-то или что-то такое. Короче, да, странно. Ладно, нам надо дальше идти. У нас еще сегодня есть важная новость. Давай. Ну, смотри, я могу сказать, во-первых, что? Во-первых, это, ну, вот эта новость следующая, она у нас такая же базовая, как и про хостинг. Погласим, мы базу выдаем, да. Но пока хостинг давай мы это, отринем ненадолго. Пока отринем, а сейчас у нас про карьеру в youstech.ru. Именно .ru. Заходите, career.youstech.ru, да, и Саня сейчас поподробнее расскажет, но я просто вам скажу, что, как минимум, если вы все еще не тот, кто пойдет на BPM Day, если вы вдруг почему-то пропустили мимо ушей эту новость, и вы вдруг не бизнесмен, а наемный работник, такой же, как мы с вами, такой же, как покорный слуга, то заходите, значит, на careers.youstech.ru, посмотрите, что там вообще требуется, оказывается, там много чего есть. Те самые наши любимые... Даже PHP-разработчики Fullstack нужны. Конечно, да, наши любимые PHP-разработчики, наши любимые, как их... Хадупы. Хадупы-разработчики. Все еще, Хадупычи нужны. Кстати, это уже... Нет, это не горячие. Горящее, это продуктовое исследование. CX, про которое мы говорили в прошлом подкасте, стало горячей вакансией «Найдись уже, CX, продуктовый исследователь в госуслуге». Да. Там все плохо в госуслугах без этого. Похоже... Может быть, оно горящее стало из-за нашего как раз-таки подкаста. Из-за того, сколько некомпетентных людей туда пришло пробоваться. Они такие, блин, надо горящее сделать, чтобы нашелся уже нормальный, потому что, ну, не дай бог. Я думаю, что нашли одного CX из наших, и вот такие, нихрена себе. Так это сколько еще-то с них придет? Давай еще горячую одну выдадим, и тогда будет классно. Поэтому... Мне нравится, знаешь, кто? Так. Мне нравится разработчик Jira. Это в атласе он, что ли, требуется? Нет, ну, чтоб ты понимал, там же эти, надо всякие там интегрировать модули, там вот это все. То есть, это же целое дело, видимо. Я ищу, где эта вакансия. В разработчиках. Разработчик Jira такой есть. Но я понимаю, на самом деле, я так дурака состроил, тут-то много чего он делает. Разработка автоматизации на скрипт-раннер, разработка плагинов на Jira, буквально плагины писать под Jira. Да, нашел. Блин, прикольно, слушаю. Финансы, между прочим. Это значит, в банк какой-то. Вот, вот. Ну, я, да, то есть, это, конечно, не в атласе, она в Yustech, но, тем не менее, тоже неплохо, по-моему. Посмотрите, причем тут нужен... Yustech уже вас в атласе. Да, от трех до шести лет опыта, то есть, это еще и опытный разработчик Jira. Ну, конечно. Шесть лет назад Jira была, интересно вообще, или нет? Да, была, да. Знание JavaScript будет плюсом, между прочим. Ну, вот. Все JavaScript разработчики наши напряглись. Напряглись. Причем у них, короче, хорошо напряглись, так сказать, в хорошем смысле. Причем, ладно бы, представляешь, вот атласен, вот что там делать вообще? А в Yustech тебе и трудоустройство по ТК РФ официальное, в аккредитованной компании, на секундочек. И график 5 через 2, гибкий, рабочий. И полисы ДМС на это тебе, и даже штатный психолог. Yustech English Club, в котором обучение английскому с корпоративными скидками. Да. А также оплата обучениям, обучение сертификации. Вот это, кстати, true story. Сам лично для своих сотрудников согласовывал планы сертификации, курсы платные и так далее. Более того, вам еще вышлют Welcome Pack. Ух, это... Вы можете вот в позапрошлом. Бутылку я разглядывал, да, в позапрошлом смотрел. Да, в позапрошлом выпуске можете посмотреть на бутылку, я сегодня с другой бутылкой. Я с каждой раз с новой бутылкой. Вот. Но, тем не менее, можете посмотреть, что ребята как бы, ну... А с какой ты в этот раз бутылкой меня теперь делаешь? Сегодня я просто, ну, просто с классной черной бутылкой такой, как... Она как термос может держать. Типа вот, Таня бы не могла. у тебя столько бутылок вообще. Куча бутылок. Класс. Я просто представил, что у тебя просто стеклянная бутылка, как-то этикетку отпаривать. Чебурашка обычно. Чебураха сижу такой. Как тебя втуху открыть, кстати? Да, после подкаста ее хоп, разбило батарею, пошел на улицу, деньги зарабатывает. Да. Тем не менее, Welcome Pack, ребят, это тоже как бы, это, понимаете, это показывает отношение компании. Вот ты пришел, и тебя не просто, знаешь, давай, работай. Да, конечно. Тебе Welcome Pack, приз, все, там все блокнотики, ручечки, наклеечки, все как надо. Кстати, о ручечках из Welcome Pack. Сейчас я вам продемонстрирую, у меня такая под рукой. Я, кстати, не знаю, есть она в Welcome Pack или нет, но если нет, то придется добавить. Не врать же мне на всех. Короче, из переработанной, короче, бумаги. Реально, из бумаги ручка. Вот. Она скручена, я не знаю, так показывать на камеру, руку ставить, чтобы сфокусировалось, там вот это все. Короче, там скрученная, сильно какая-то пропитанная бумага, и в ней стержень внутри. То есть, это реально, мы природу бережем до свидос. Передовые технологии для вашего бизнеса. Да, углеродный след уменьшаем. Ну вот, Ой, после нас уже такой углеродный след, что его уже ничего не уменьшит. Короче, career.vistech.ru Переходите, смотрите, там, да вот если вы GoLang-разработчик, я вам завидую, потому что здесь и Senior Go-разработчик нужен, и GoLang-разработчик. Ну да, тоже завидую. И обе горящие вакансии. Это как будто разные языки, GoLang и Go. Значит, именно как Angular, первые два Angular, или сколько, назывались AngularJS, а потом уже просто Angular. И вот, сейчас я представил, что GoLang, это первые какие-то ревизии, на которых уже всякие некропродукты, хотя, наверное, языку Go лет пять, или сколько. Ну-ка, теперь интересный язык. Программирование Go. Go. Ну-ка. В 2007 году началась разработка, представлен в 2009. Ни хрена, какие мы старые. Уже 15, а не 5. Ну, почти. До сих пор, в 2024 году, выходят ролики, как перейти на новый язык программирования. И там про Go. Вот вам и новый. Как бросить заниматься, да. Синьор КСГО, мне кажется, разработчик. Ну, это тоже некро хреново, он уже КСГО во всю работает. Тоже, Дэдминд. А КСГО вообще, есть интересные пиратки, где именно на КСГО можно играть, на старых клиентах? Ну, да. Там же оно уже обновилось, там, в какой-то момент, и нельзя было в Go зайти, вообще уже все. Да, вот это для любителей винила. Мне кажется, кто там начинает сейчас сыграть, собираться в 1.3, с ботами. Эскобарыч играет в Helldivers 2. Это что? Там что-то про политику, наверное, на игре. Раз Эскобарыч играет. Ладно, это у меня в стиме всплыло случайно. Все, давай дальше пойдем. Да, пойдем дальше. careers.ustech.ru заходите, смотрите. Обязательно. Мы идем, значит, в тему про то, что на самом деле все еще актуально. Я не знаю, видели вы эту новость или нет, дорогие слушатели и зрители. Я вам ее расскажу, а потом мы уже пообсуждаем. Новость в том, что недавно некий, как же его зовут, какой-то Кэмбелл практически, пламер. Некий пламер. Суп. Да. Некий пламерич, чувак-разработчик, ну, буквально, Microsoft Windows, по меньшей мере, рассказал, там, в одной из соцсетей, неважно какой, о том, что, прикиньте, вот интерфейс форматирования диска прощепитал, так сказать он. Да, прощепитал. За задержкой реакции такая, да, ну, продолжай. Короче, как вот интерфейс форматирования диска, знаете, вот когда формат, делаете, например, для флешки, правой клавиши форматировать, на Windows сидит, может быть, просто уже ни на кого на Windows сидит, алло, я по этому, по траволте, влево, вправо смотрю. А там вот этот интерфейс, вот заскорузлый я его назову, но на самом деле, на самом деле очень понятный, вот даже любой бабушка, дедушка откроет форматирование диска, да, в Windows, и разберется. Так вот ему, по меньшей мере, 30 лет уже этому интерфейс, вот этому окошечку, которую Пламерыч как-то в один дождливый четверг сверстал буквально, закодил его, да, это окошечко, и подумал, потом переделывают, сейчас так пока, давай оставим, ну, все понятно. А что именно интересно переделают? Сам вид этого прогресс-бара, там, вот эти селекты, инпуты, другие, все, конечно, да, то есть вообще все, и почему, тут даже если ты посмотришь вот на скрин, ты, наверное, не можешь сейчас открыть у себя на Windows этот формат. Нет, я могу, у меня захват только Firefox идет, я могу тут хоть что делать. Но тем не менее, Я тебе так скажу, чтобы ты понимал про некротехнологии, я недавно с телека своего записывал на флешку передачу, потому что их нет нигде вообще, и я форматировал флешку в MBR, короче, с MBR системой FAT32, поэтому я видел, как это выглядит недавно, но продолжай. Тем не менее, да, и, значит, тут ты даже можешь видеть на скриншоте, вот на самом верхнем, что тут двоеточие у Capacity есть, а у остальных нету. Чувак просто забыл, это баг, он говорит. Я, говорит, думал, это поправит. Он говорит, я думал, мы вообще переделаем это в ближайшем, вот прямо сейчас. Ну смотри, я в десятке сейчас смотрю, везде двоеточие есть уже. То есть переделали, да. Похоже, после этого щебета, после того, как он прощебетал в соцсети какой-то. Короче говоря, вот он просто, и кроме этого, про то, что, короче, 32 гигабайта ограничения у этого, у ФАТ, этого, у ФАТа, Тома, форматирование Тома, да, до 32 гигов. До 4 же было. 32 это битность? А подожди, ограничить размер форматирования Тома? А, это оригинальный ФАТ, не ФАТ 32, который сейчас, а который старый ФАТ. Да, 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 именно ФАТа, короче, до 32 гигов, это он тоже сам придумал, просто не с хрена. Ну, там дальше память упадет, если что, поэтому ограничимся 32, да. Да, пострахуемся, оно может там и до 100, знаешь, ну, давай 32, короче, просто. И вот, короче, понимаешь, чувак просто, ну, вот какой-то бред сделал, и оказалось, как говорится, все самое, все временное, самое постоянное, как там это правильно? Ничего нет более постоянного, чем временное, да. Поэтому, вот такая история, я просто, давайте обсудим, если вы вдруг не слышали, эту новость щебет, это не видели, нигде не слышали. То есть, действительно удобно, я вот что хочу сказать, во-первых, удобно, правда, легко разобраться в этом окошке, вообще без проблем. Нет, конечно, каких-то пояснений, вот реально, про файловые системы, может быть, сейчас бы добавили, знаешь, всяких помощей, то есть, видно, что это окно для продвинутых пользователей. Да, да, это именно форма, которая знает, что такое форматирование. что такое форматирование, что такое файловые системы знают, почему ограничения есть. Сейчас бы, ну, если заново делать форму, ну, нужны какие-то пояснения для базового пользователя, обычного, да? Но, я хочу сказать, что круто, когда вот именно файловые какие-то операции, они не меняются, именно окна у них. почему? То есть, тебе не нужно привыкать заново к каким-то сложным историям, которые там, может быть, они, типа, более упрощены, ну, какие-то интерфейсы вроде упростились, да, с красотой, но тебе все равно нужно будет вникнуть в них. А вот такие окна, которые старенькие, остаются, допустим, если бы вся, вообще вся винда была все еще в стареньких окнах, так и есть, в скобочках, то было бы, возможно, даже проще с ней управляться, чем открывать вот эту красивую контроль-панель, и там в ней вникать какие-то, короче, новые какие-то, что там, вы кого, идти звук там настроить, короче, пойти там, что-то увидеть, все красиво вроде, но где искать, все еще такое разряженное метро стиле. во все эти настройки, которые вот через пуск, шестереночка параметры, так каждый раз черт ногу сломит в этом говне, да. Да, 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 если бы это все было вот этими окнами, как у чувака 30 лет назад, это, возможно, было бы приемлемее, честно. Ну, нам так точно. Нам точно, да, поэтому интересно, да, тоже твое мнение послушать, вот такая просто новость вспышка, щебет. Да классно, все вообще классно, то, что чувак спустя время сказал классно, это все равно, что как это, помнишь, тоже щебет был, когда чувак, разработчик этих, Duck Hunter на NES, рассказал, что типа он держался, и 30 лет не рассказывал, что вторым джойстиком можно вообще-то уткой управлять, и вот тут примерно такая же история какая-то, что чувак держался и не рассказывал, что типа это, он ждал, сколько версий Windows не будут переверстывать это окно, и переделывать. Он такой, так, ну какая вышла уже? Ну, Vista вышла, не переделывают. Ну, какая, восьмерка вышла, все еще не переделывают, 11 вышла, где? Мне просто, его представляют, как программист Microsoft, он все еще там или нет? Просто теперь интересно. Тоже интересно, я, к сожалению, не пошел его там биографию смотреть, Palmer, Пламер. Но, видимо, Palmer, это, между прочим, сантехник по-английски. Возможно, он сантехником сейчас трудится. Ушел тоже из IT поганого, и, наконец-то, начал заниматься этими, ручным трудом, чтобы его потом заменили машинным. Но мне хочется еще спросить по поводу Шазу у тебя. Почему ты его перестал читать? Да там как-то стало плохо. На самом деле, я, по-моему... Был какой-то момент, когда они просто стопнулись. Ты то ли про них, то ли про кого-то еще сказал, когда ты буквально заходишь, и последняя новость там, типа, полгода назад. И как будто бы это было про них, но, возможно, и не про них, раз вот, ну, новость новая, прошу прощения за эту штологию. И стопались, и очень сильно в политику скатывались. И вот, и такое было. И еще третье, что у них новости очень повторяются с другими новостями. То есть, и просто я уже не могу... Типа, что они 3D News просто перепечатывают услуги, которые перепечатывают еще кто-то, кто не скатился в политику. И, соответственно, нахрен они тогда нужны. Ну, типа, я Шазу в основном читал-то для игровых новостей. Ну, да. Как бы это совпадает очень сильно с DTF-ом, например, ну, не в рекламу DTF-а. К сожалению. Да, и как-то на DTF и по качественнее, мне казалось, поэтому отмел. Ну, понял. Ну, это надо иногда отметать всякое. Конечно, конечно. Запущено производство новой части серии «Очень страшное кино», например. Это я смотрю сейчас на эту, на главную Шазу. Просто проскроллил всю главную. И вот последняя новость на проскролленной главной два дня назад, вот то, что на конференции CinemaCon, и такие конференции еще бывают, компания про Mount Pictures и Miramax объявили о запуске производства новой части франшизы комедийных хорроров «Очень страшное кино». Интересно, хоть кого-нибудь из старичков пригласят туда или нет? Слушай, я вот как ты, «Бойцовский клуб» не смотрел, я ни одного очень страшного кина не смотрел. Я очень много пересматривал. То есть мы прям у Илюхи, у Варова это у нас... Это как настольная книга. Ну, практически реально мы каждую, ну, не каждую неделю, конечно, но каждый месяц, наверное, пересматривали, что первую, что вторую часть, третья кал, но в общем и в целом тоже третья, четвертая и пятая тоже в целом как бы норм. Но пятая аж в тринадцатом году вышла, вот, поэтому я уже сейчас не вспомню. Вот первые две я прям чуть ли не наизусть помню. Это прям реально ржака-абоссака. Именно ржака и абоссака. Ладно, не будем отвлекаться, да, можно с них гагать. Дальше у нас еще более... Ну, ладно, мы не сравниваем никого. Это как наши вот эти темы, которые между темами, темы, которые в промежности, между темами, они у меня все любимые, как дети, поэтому не буду их сравнивать. Хостинг-провайдер смарт-тейп. У нас новый дизайн сайта, между прочим, сверху. Я жму открыть и переходит на new.smarttape.ru. Переходи. Я перешел. Там просто топ. Еще топовее, чем сериал Fallout. Там 30 дней полный возврат ваших срез. Какие-то схематичные обезьянка нарисованы. 137 тысяч зарегистрированных клиентов. Блин, у них тут, кстати, очень современненько так все выглядит. Мне тоже нравится. Мне прям нравится. А рубрикатор на NVMe дисках новых, е-мое. Там прям такой классный дизайн, как будто я не знаю где я, на какой-то суперсовременной конференции. Все-таки тоненькие линии, минимум цветов. Я просто дизайновый сейчас этот испытываю, так сказать. Ну, я понимаю. Не его, нет, а хочу какое-то нормальное слово придумать. Катарсис. Катарсис, да, Солярис. Бред какой-то, ладно. Слушай, смотри, оказывается, я не знал, что у Smart Tape такие ребята, как Сколково, Сколтек, например. Перекресток, как сейчас помню, да. Да, Московский ювелирный завод, например. X5 Retail Group. Ну, блин, они то есть серьезные ребята, но только с юбдизайном. Ну, мы самые серьезные из них. Мы даже попросили нас в этот слайдер просто не пихать, чтобы, ну, как бы, ну, чтобы не затмевать МГУ имени Ломоносова, фонбет и прочих дом-музыки и трип-агрегатор. Вот. Оставить им хоть фору какую-то дать. Ну, короче, блин, охренительно, новый сайт, блин, класс, вообще топ. И тут прям в конце еще вот этого, то, что в панель управления тут расписано, что есть ISP-менеджер, который чуть-чуть денег стоит, 270 рублей в месяц. А есть еще и Heistia Control Panel. И там тоже почти все есть, что и в, господи, ISP-менеджере, но еще и бесплатно. Раньше его не было. Поддержка Node.js вот отсутствует. Да и хрен на него. Он медленный как говно. Чего его поддерживать? А вот поддержка MariaDB, Postgres'а и нескольких версий PHP. Это все уже есть в этом Heistia Control Panel. Поэтому, вот просто давайте флешмоб. Просто каждый сейчас идите и купите на смарт-тейпе себе этот безлимитный хостинг за 100 рублей. Вы на кофе потратите дороже, как я в серфе 500 рублей. А здесь вы несколько месяцев сможете нормально хостить своих Telegram-ботов. Да, только обязательно идите по нашей ссылке. По реферальной ссылке, конечно. Иначе не засчитывается флешмоб. Флешмоб строго по реферальной ссылке. Вот здесь еще есть кнопочка такая ненавязчивая вернуться на старый сайт. Я прям крестиком ее закрою. Я не хочу на него больше обращаться. miu.smarttape.ru гениально вообще. Охренительно все выглядит. Ну, что за шрифт вообще? Он такой приятный, что я даже не представляю. Хочу... Работа конденс ни хрена себе. Вот оно. Вот когда хороший ресурс используют, даже приятнее, чем когда просто работа на Google.ru. На Google.ru же работа. Ну-ка. Так, оно еще и сверстно под мобилу. Оно еще и конденс потому что, да. Да. Тут все, короче, хорошо на телефоне На Google Arial по бреду. Фу. Не то, что SmartApe.ru. New SmartApe.ru, прошу прощения. Что ты начал еще? Ты что-то еще сказал? Говорю, под телефон адаптировано. Все замечательно. А, ну-ка, давай посмотрим. Да, то есть... Как у меня? F12, да, на Windows все включать? Блин, у меня здесь React DevTools. Ужас. Стыдно. Да, слушай, адаптировано. И причем еще лучше, чем на десктопе все выглядит. Там слайдерик такой прикольный у тарифов, я имею в виду. Ну, когда там скролишь. И он не только стрелочки жмется, но можно свайпать. Блин, гениально вообще. Доступно операционных систем. Вон сколько доступно. Я Ubuntu последний раз ставил. Rocky Linux какой-то, как Rocky Mountains, только Rocky Linux. Z Linux. Блин, это что вообще такое? Есть такая операционная? Хотя, что бы и не было. А что бы и не было? Что бы и не было? Smart Tape Linux. Блин, вот даже иконки, где максимальная скорость, там ракета из облаков вылетает с гид-ветками такими. Это где секреты сверхбыстрых ВПС на NVMe от Smart Tape. Видишь? Ты думаешь, я где нахожусь-то? Я вообще уже улетел в какой-то космос. Блин, монитория. Кайф, короче, охренеть. На 4К монитория особенная. Прям смотрю, и все влазит. И все какой-то в стиле серваков, каких-то там разводок на материнское платье. Практически туфгейм. Только туфгейм туфта, а Smart Tape вообще не туфта. Поэтому переходите на New Smart Tape. кстати, в соответствии 152 ФЗ, между прочим. Видел. Потому что реально ваши данные в России находятся, если в вашей крафтухе. Можете здесь хоститься, и законов не будете нарушать. Поэтому, как по мне, так идеально вообще. Причем, если на English переключиться, на English, то не будет написано про ФЗ. Ну, правильно. А зачем, если ты на English умеешь говорить, зачем тебе какие-то ФЗ? там FL, Federal Loss. Ладно. Класс. Как бы обратно на РУТО перейти. А, кстати, на English, когда переключаешься, доллар выбирается автоматически. Да там можно евро даже выбрать, если у вас есть такая вообще валюта. Вот именно. Ну-ка, дата-центры есть все еще чешские? Есть, родненькие. Весели надлюжнити какие-то там. Ну, хорошо, видишь, как. Классно, хостелеком в Чехии. Короче, да, Smart Tape, RU, New Smart Tape RU. Все ссылки, короче, в описании, реферальные. Спасибо вам большое, будет круто. Почему в GTA San Andreas самолеты падают с неба? Снова отряхиваем старых разработчиков, которые через 30 лет что-то рассказывают. В данном случае, интересно, он щебетал или нет? Да, да, щебетал. Ну, где же мы еще это все узнаем? Ну, потому что телеги нету у них там, нету каналов в телеге, поэтому они все щебечут, дураки. Короче, от Бивермей, такой один из программистов, GTA 3 Vice City San Andreas, вот, он после GTA 4 ушел из Rockstar, занимается давно другими проектами. Тут есть справка, нету, не возникает вопроса, как у меня, про виндового чувака, что это. А какими проектами? Крафтухи он открыл? Да и похрену, в общем-то. Че открыл, то все его. Ладно. Да. Он в последние месяцы начал вести блог Inside Rockstar North Blogspot.com, но в ноябре потом его закрыл, потому что бывшим коллегам мемуары не понравились. Но кое-что он тем не менее щебечет у себя. И вот он рассказал... Он что там еще провокационный? Я не знаю, честно говоря. Ну, может быть, да. Да там по-любому он что-нибудь рассказывал, как они кранчили или как там на них давили какие-нибудь издатели. Это классическое говно, которое, к сожалению, из песни как слов не выкинешь, но вот выкидывают. А он тут рассказывал о том, здесь на самом деле сам САБЖ про самолеты занимает последний абзац. Ну, там, два последних абзаца. А так здесь, в принципе, короче, компания, которая разрабатывала первые ГТАшки, DMA, называлась компания DMA Design. Они вообще шотландцы. И они даже не в Эдинбурге были, что столица Шотландии, а в город Данди. Вот там у них, да, у них там была... В компьютерном клубе они разрабатывали сначально. Видимо, своих еще не было компьютеров. Они вот арендовывали компьютерный клуб, там работали. В 87-м году компания открылась. Они делали там всякое, ну, типа леммингов, да, знаменитых, про которые тоже все говорили, что вот это их первая игра, там вот это все. Ну, действительно, первая игра. Мне нравится, я смотрю здесь фотографии начала 90-х, и они в этих, в коричневых именно туфлях. Я вот тоже коричневую обувь, вот именно, если мы говорим про туфли кожаные, больше люблю, чем черную. Черная как-то совсем скучно, а вот коричневая топ. Особенно с джинсами. Ну, вижу, да. Мне не нравится. Я бы сейчас так ходил. Я и так иногда так хожу. Я сейчас на лесопеде, поэтому... Ключевое, это все-таки заправлять. С ремнями, а ремень тоже коричневый, чтобы сочетался с обувью. Еще в школе говорили, что надо, чтобы ремень с обувью сочетался. Ну, там, смотрю, некоторые нарушают. Некоторые нарушают, да. Короче, и концепт первой GTA-шки они еще делали в 95-м году, назвался он Race and Chase. Ну, типа, гоняйся и гоняйся... Ну, типа, гоняйся в гонках и гоняйся за кем-то. Гоняйся и догоняй, наверное, так можно на русский перевести. Короче, классно. И классно в чем? Классно в том, что они изначально хотели делать, на самом деле, 3D-ху. Не в плане прям реально там вид сзади и вот это все, а именно, чтобы изометрии чуть-чуть больше, камера чуть-чуть наклоняется и можно вперед смотреть. Но они всегда, короче, упирались именно в железо, что нету, короче говоря, они готовы были алгоритмы такие писать, но не было 3D-ускорителей распространенных, ну, массовых, чтобы это делать. Поэтому все делали, короче, вид сверху исключительно. То есть, они уже тогда по дизайн-документу придумали всю историю. У них даже была тема, что они хотели, что главный герой не преступник, как в итоге получилось, а что главный герой полицейский, что главный герой развозчик пиццы. Это мы в 90-е думали. Видимо, потом с отсылкой на это они добавили эти мини-игры в том числе. Ну, если мне память не изменяет, то ли в GTA London, то ли в какой-то из, короче, старых GTA-шек ты за полицейского такие играешь. А может и нет. Я не знаю, к сожалению. Не пост, да. Ну, насрать. В общем, смысл в том, что они вот эту идею с тем, что преступник в открытом мире выполняет какие-то задания и что-то делает, они ее реально придумали еще тогда, в 95-м году. Ну, это реально все еще рабочая схема, так сказать. Да, согласен, в отличие от смуты. Геймплей возьмите типовой и его сделайте. Ладно, не будем. Короче, смысл в чем? Смысл в том, что эта статья, это микро статья о том, как они все время боролись, короче, с тем, что железо за их идеями не поступало. И, собственно, самолетная вот эта тема, САБЖ, так скажем, он об этом же, но обо всем по порядку. То есть, вот эта тема была, называется стриминг ресурсов. Ты в курсе или нет, что это значит? Нет, наверное. Это когда у тебя не в оперативку весь мир загружается, а вот то, куда ты смотришь, там загружается, а сзади тебя не загружается. Так. Это тоже все было из-за технических ограничений. Например, там на первом PlayStation всего 2 мегабайта оперативки было. И именно из-за этого в первой GTA-шке до 16 цветов сокращали количество цветов, с 256. Потому что такой огромный, типа, этот город не помечался в оперативку в нормальном количестве цветов. Хотя они, типа, сразу хотели сделать классно и так далее. И чтобы ты понимал, вот этот обби, вермей, в GTA 3, я не помню, мы с тобой пробовали или нет, но там, если менять камеру, кнопочка V, как сейчас помню, можно было менять вид, и там один из видов был сверху, как во второй GTA-шке. И он реально их заставлял сделать это дефолтным видом. Ну, на него насрали, естественно, наверное, с помощью издателей в том числе. Но его оставили хотя бы этот прикольчик, что типа, ну, что можно включить вид сверху. Но я бы, честно говоря, посмотрел челлендж, как третью GTA-шку полностью прошли в виде сверху. По мне, это даже занимательно. Блин, такое должно быть точно. Просто ты вспомни там геймплей, там так-то играть сложно. А если еще в GTA, как там целиться, блядь, как стать на пицце. Это ужасно. Я бы хотел посмотреть, я даже вот сейчас у себя на YouTube. Блин, я есть такое, есть такое, есть такое, есть. В смысле есть? Каждый день в GTA 3 вид сверху русская озвучка, я просто вижу. Ну-ка, концепт. Я не зрителям, я на ноутбуке себе открываю, чтобы это... Зрители просто представить, в GTA 3-то невозможно в принципе играть. Не то, что... Если вы смотрели наши стримы, мы там помирали. А если уже говорить про какие-нибудь миссии парамедика, то это, ну, так себе вообще история. Это вообще притча во языцах. Вот я себя... Но я смотрю, как же оно похоже на самом деле на GTA 2 вообще. Так, ну, тот же чувак же. Ну, они все это делали. Я просто хочу посмотреть, я вижу, ну, понятно, как тачки едут, очевидно, так же и будут. Ну, ролики все такие же, как ролики. Так, ну-ка, а когда ходит-то он? Просто странно, что даже ускорение машин как-то выглядит, как будто это GTA 2. ну, видишь, там именно вид в тачке только такой. Он садится в тачку и делается вид сверху. То есть, за человечка его нету. Не, у меня сейчас пробежал. А, за человечка разве нету? Ну, вот я сейчас то, что я смотрю... Бегает чел сверху вид. Да? Да. Ну-ка, вот сейчас едет за Мисти классическая девочка Луиджи. Я просто какого-то Бориса Бэтгеймера смотрю. Вот он на маркер заехал сейчас. А, ну, блин, тут он все в тачке. На какой минуте он бегает сверху, скажи? Блин, я... Подожди, сейчас я уже прористал, мне казалось, что там легко найти. Не, ну, вот я смотрю, на 19-й минуте бегает не сверху. А, вот сменил. А, нет, это он то, что в тачку заходит, сразу камера уже меняется на вид сверху, но это типа ты когда уже Enter нажал, и он уже к тачке бежит. А, ты хочешь сказать, что именно только в машине, да, все-таки? Да, ну, как я вижу, если ты мне скажешь, на какой минуте, то да, но в остальном, реально, вот именно в тачке. И тут тоже, как в первой ГТАшке, чем быстрее, тем больше отдаляется камера. Тут вообще выглядит идеально, как GTA 2, как GTA 1, да? Тут даже какие-то модельки у машин как будто такие же, я не понимаю, почему. Блин, кайф. Вот смотри, 29, 29 минута, десятая секунда. Ну-ка. Там он выходит из машины. Слушатель, напоминаю, просто представьте. Но, блин, он может быть из-за того, что на маркер выходит, но все равно, посмотри, он чуть-чуть проходит без. 29, 10. Да, чуть проходит без. Чуть проходит без. А потом хоп, и становится. Ну, не знаю, короче, надо смотреть, надо по-ресерчить этот момент, потому что, да, я вот вижу сейчас на 30 минуте тоже, ну, реально он стреляет именно тоже, ну, просто, а как? Как целиться? Да, да, там реально вид сверху, он стреляет. Но там он очень много патронов тратит. То есть там, чтобы, ну, чтобы прицелиться, там надо буквально веером вот так хреначить вокруг себя. Ну, очевидно, нужно автоматическое оружие. Ну, да. Как-то доставать. Да, я тоже смотрю, ужас вообще. Играть невозможно, но очень похоже на GTA 2 и на GTA 1. Блин, я вот такого себе не открывал. когда целишься, реально он с РПГ-хи целился, ну, буквально с гранатомета. И ты жмешь прицелиться, вид становится из-за спины, а потом, как только ты выстрелил, сразу опять сверху. Блин, охренеть. Надо будет как-то еще по ресерсить. Короче, вот так вот, да. И потом они сделали GTA 2, все было суперуспешно, и переехали в Эдинбург, и потом началась вот эта 3D-шная GTA. Ее часто называют трилогией, хотя на самом деле, ну, типа, там только на уровне камео персонажей перелинковочка идет. Но мне тоже нравится называть трилогией, потому что, ну, блин, технически они очень схожи, как будто буквально один и тот же движок. Хотя в Сан-Адреасе наконец-то там плавать научился, вот это все, но да. И, короче, в чем смысл? Смысл в том, что даже этот, господи, баги, когда выходила GTA San Andreas, было, сейчас скажу, сколько. Где-то написано, что-то типа там, блин, ну, я не хочу соврать, но какие-то тысячи багов, или типа то, 70 тысяч багов, ты просто вдумайся, 70 тысяч багов, да. Ну, так вот, и смысл в чем? Смысл в том, что даже, помнишь, была новость везде, что Луна, короче, что это тоже сделали фичу, что стреляешь в Луну, и размер меняется, потому что дизайнеры так и не сказали ему, какая, типа, финальная, и они так до релиза не сказали, и он оставил вот эту фичу, что можно менять, ну, типа, он специально это сделал, чтобы не билдить всю игру с разными размерами, он хотел им показать в билде какого размера, и в итоге они ему так и не сказали, осталась эта фича, то есть это вот все этот же чувак, короче говоря, щебетал, вот, и на основе этого щебета он рассказывал в итоге, что, да, что они сделали San Andreas, там, что очень много ресурсов было потрачено, именно, но при этом даже на PlayStation 2 всего 32 мегабайта оперативки, и в видеопамяти 4 мегабайта памяти, то есть, ну, это ноль, а в этот нужно объем вместить, и симуляцию города с пешеходами и транспортными средствами, поэтому, короче, а там они хотели фичу, что ты ходишь, и ты слышишь иногда самолеты, так, и что, ну, именно, что у тебя спавнятся самолеты, как тачки буквально, и в момент спавна, там отбиваются, короче, лучами, коллизии обрабатываются, то есть, буквально спавнится самолет, алгоритм прорабатывает луч из пропеллера, там, и из крыльев в разные стороны, и проверяет, если есть какие-то эти препятствия, то он не спавнится, ну, и он пропадает сразу, наверное, или типа того, и, короче, так получалось, что он спавнился, и пока он кидал лучи, еще не было препятствий, а потом, хоп, и появлялись, отрисовывались вот эти знаменитые дома, там, или что-то такое, вот, и, короче говоря, в итоге он спавнился, но все равно падал, разрушался, короче говоря, взрывался, и я, ну, когда вот я играл, мы же на ПК играли, и у нас, может быть, не было вот этого такого, ну, то есть, даже, по-моему, про пятую, про четвертую точно помню, про пятую не помню, что это, едешь, и реально ты можешь так быстро ехать, что у тебя столбы спавнятся уже после того, как ты в них врезался, или типа того. Да, конечно, Вот, то есть, вот тут подобная тема была, и я посмотрел, там, есть именно видосы с записями, там, стримов, или всякого такого, и там, ну, особенно спидранерам это мешает, которые, типа, супер по бырику все пытаются, там, играть и так далее, и на них падает самолет, прям на них, или рядом с ними взрывается, все, они wasted, и у них жопа горит, а я даже как-то вот, ну, не могу сказать, ну, я помню, что было такое, и это, ну, все воспринимали просто как ржак, потому что, в GTA-шке часто всякие такие тупые ржаки встречаются, что там, кто-то за кем-то гнаться начинает, кто-то кого-то сбивает там, ну, и это в не попаде момента и так далее, но, да, для спидранеров это, конечно, жестко, и в общем и в целом, вот, вот такая история о том, что этот баг так и не пофиксили, то есть он остался прот-багом открытым, который вот так и не пофиксили, в релизной версии самолеты иногда падают с неба, или даже сталкиваются с самим игроком. Нет, в Сан-Дорес вообще постоянно, так, там немножко как будто в хаосе находишься, там весь вообще город как с ума сошел, честно, а это, это еще до того, как действительно город с ума сходит, если вы вдруг играли, не буду спойлерить, где, короче, реально начинается воровство и убийство по всему, там, Лос-Антосу, вот, там и так все с ума сошло, все врезается, все друг друга убивают, значит, так, как будто ты играешь в какую-то бредятину, вот, а когда ты, короче, реально играешь на старом компьютере, еще у тебя все не успевает, все, ты во все врезаешься, еще и все, короче, что-то друг друга убивают, короче, взрывается, это досвидос, но было круто, было очень весело, конечно, и да, я помню, как у меня падали самолеты, я не удивлялся абсолютно почему-то, даже не задавался вопросом, почему они падают, короче, прикольно, классная новость, классно, что есть чуваки, которые какие-то рассказывают подноготные, спустя время. Это да, то, что щебечут и так далее, это вообще суперкруто. Хорошо, погнали дальше. Следующая новость про джпегли. Если вы вдруг не слышали, то Google представила новую библиотеку кодирования джпега, собственно, которая сжимает изображение на 35% лучше, на 35%. В общем, это сама по себе библиотека, но она никак не заменяет джпег как формат, просто действительно она кодирует более лучше, действительно. И тут прям описывается по пунктам, что там вообще сжатие охренительное, лучше, чем везде, еще и качественнее, чем везде будет выглядеть картиночка. То есть это вообще прям новая технология от Google джпегли. Посмотрите, я так понимаю, что пока это все в рамках библиотеки находится, вот как я вижу, но возможно, раз это Google, то это будет встроено, разумеется, везде. Ну, начиная от Google Хрома, заканчивая какие-то там еще их сервисами, куча всего. Раз, ну, действительно, прорыв, как я понимаю, вообще в веб-пространстве, потому что, ну, вы сами понимаете, что если джпеги, которые в целом-то принято вообще-то везде использовать, как вы знаете, да, чтобы оно быстрее все грузилось, то если еще и джпегли, не гли. Просто, вот они же как сделали веб-пи, они уже суперпроизводительнее джпегов на старте были. И, ну, вам даже в Firefox этот веб-пи его, ну, используют, как бы он вошел на вооружение, прошу прощения за такие слова. И, ну, как бы, блин, что, он не прижился, что ли? Почему они джпегли-то начали делать в итоге? Это же тоже гугловская тема веб-пи. И они довольно агрессивно на него всех пересаживали. Ну, И они такие сломались, что в Safari не поддерживается все еще веб-пи. И такие, блин, ладно, не сломать этих козлов, давайте джпегли делать. Интересно. почему они вообще в эту сторону копают. То есть, по сути, пока же тут ничего не сказано, что мы вот в хроме сделаем, да, ну, условно, да, и что мы будем там что-нибудь пережимать. Хотя, может быть, уже и пережимают. Но, тем не менее, похоже, делают под единый стандарт вместе с Safari. Похоже, чуть-чуть прогибания произошло с этим джпегом. Ну, понятно, что даже в этом, в Телеграме веб-пи все еще коряво работает. Ну, в том-то и дело. Но, видишь, не все хотят плясать под эту дудку одних и тех же форматов. Блин, сами Apple со своими хейками на самом деле не особо пляшут под дудку. То есть, вот у нас буквально на работе постоянно проблема, когда юзеры загружают хейки, как сделать предпросмотр у них в других браузерах. А как, когда другие тетеньки с андроидами искать, ну, вот условно, у тебя есть там, типа, тебе нужно приложить, ты открываешь, опять же, бизнес, да, у тебя какая-то система, ты прикладываешь фото там своего зала по франшизе. Ну, и другие там франчайзи, или как это называется, франчайзеры, которые, короче, тебе франшизу продали, они должны удостовериться, что у тебя там все расставлено по франшизам. Ты загружаешь туда фотки своего офиса, да, или там зала торгового, а они в хейках. И другие тетеньки, которые в управляющей компании хейков, вообще не видели никогда, зачем их открыть. Короче, это боль реально вот с этими форматами, когда форматов несколько разных, это говно. И поэтому я только за то, что Google опомнились и это, но мне реально теперь стало интересно, а что случилось-то? Почему? Ну вот, тем не менее, что-то вот роют в эту сторону, но я так понимаю, что у них в любом случае там работают сто отделов над разным, и они не бросают форматы. Видимо, Шпек, ну, продолжал, ребята там что-то делали с этим, и вот смогли добиться результатов сжатия до 35%. Короче, к Золтану с забатки, Мартину Брузу и Юрке Алакуялу я бы вопрос это задал. А что случилось? Да, да. Хорошо, следующая новость тоже промежуточная, но тем не менее, мы не можем сказать. Да, из промежности. Boosty.to slash webdesign. Если вам вот продолжает нравиться наше настроение, которое мы даем вам с помощью наших подкастов, не даем, а дарим, давай дарим использовать. Дарим, гостям нашим. Немножко Стаса Михайлова сегодня дарим вам. И если вы хотите вдруг еще какую-то частичку нашего настроения получить при помощи наших прейшоу, например, то можете смело на Boosty.to slash webdesign самый маленький там этот самый подписаться subscription level и все. И у вас будет буквально дополнительный подкаст, который мы как бы ну буквально сами себе обязовались выпускать каждый раз еще вместе с подкастом. Причем ну уже 65 их штук. Я когда проставляю теги у mp3 файлов, я реально это делаю, то там я ставлю номер выпуска и я ставлю не тот номер, которого 259, 260, который у основного, а я ставлю тот, который именно у пришел. И там реально уже там типа 65. Да, то есть у пришел свое летоисчисление, скажем так. Там еще 65 год, тут у нас уже 260. Вот. Поэтому если хотите дополнительный контент, boosty.to slash webdesign. И в целом подписывайтесь, ребят, поддерживайте нас. Сами понимаете, не то чтобы мы здесь утруждаемся очень сильно, но все равно это очень приятно. Да даже буквально накладные расходы там на всякие опять же хостинги, звуковуха сломается, там новую купить, что-то такое, это же все тоже деньги. Вот это все как раз с этих средств покрывается. Плюс там классный чат в телеге. Там есть люди, которые есть только там в нашем комьюнити. И это ценно на самом деле, потому что общение с ними, оно не похоже ни на что другое. Согласен. Это все, да, boosty.to slash webdesign, там все, и ссылка на телеграм будет вам, и, значит, при шоу, вот это все посмотрите. Заходите. Переходите, заходите, поддерживайте. Будем благодарны. Ну давай, следующая тема, какая-то бицуха, мощнейшая. Да, слушай, Jordan C++ никнейм у чувака. Это не перевод, это реально человек, который вот автор статьи, он же это и написал. Ну это похвально, кстати. То есть 14 минут в чистую, вот как написано, надо читать. Хотя текст простой. Только я не буду, он действительно простой, то есть здесь нету каких, хотя на самом деле здесь довольно глубины по, ну короче, давай так, он простой для технарей, а для нас сложный. У него 99 плюсов, чтоб ты понимал. Это довольно много. Ну, здесь при наведении видно, что всего голосов 153, 126 вверх и сколько-то там, 27 вниз. Итого, как бы 99 получается разница по модулю. Точнее, блядь, вот видишь, уже все, поплыл. Ну короче, 126 минус 17, будет 199. Короче, тебе сразу дисклеймер не такой, как у автора, а такой, как я тебе скажу. Чувак, он, во-первых, бы длит на то, что фронтенд говно, весь веб говно, все современные программы говно. Ну и использует классические тейки, с которыми я даже и согласен, в плане того, что типа, вот раньше он на PS2 геймплей, да, работал с 32 мегабайтами оперативы, а сейчас с 32 гигами оперативы, все тормозит, тупит, говнит, софт говно, все в багах, все плохо и так далее. Как бы даже, я согласен, что, ну, может быть, но, он вот, например, бы длит на микро, ну, ладно, давай попробуем по очереди, я попробую как-то это. Примеры обучения в программировании. Он посмотрел некоторые курсы, посмотрел некоторое дерьмо и говорит о том, что примеры, которые говорят даже там, когда учат ООП, что есть у нас там типа эти интерфейсы, наследование классов и так далее, что есть класс бутерброды, и у него дочерний класс гамбургеры, который его расширяет, что типа это полное говно объяснять вот на таких простых примерах, потому что типа технарям надо сразу объяснять там классы, как отчетности там генерируются и так далее и тому подобное. И что типа это тебе условно, даже твой первый урок по алгоритмам и так далее пригодится тебе в работе. Ну как бы засчитано, да. Но что-то как-то... Ну вот тут мем есть, да? Примеры раньше. Я смотрю и смеюсь, если я смотрел с его мемов. Ну вот. То есть, ну блин, я это... У слона нет интерфейса плавать, Карл. Ну блин, но зато на слонах понятнее мне гуманитарию, например. То есть, ну, это вопрос. Это как будто бы вот то, что он говорит справедливо для углубленных классов. Ты знаешь, как в школах были физмат-классы, да? Особенно там разделение с девятого там и так далее. У нас в школе не было. У нас как вся для гуманитариев была с девятью уроками литературы в неделю. Так оно и оставалось. Никаких там интерфейсов, классов там. Я даже что такое физика узнал, только когда готовился к ИГ, я нормально. Ну реально. То есть вот то, что нам давали на физике и то, что я выучил за один год подготовительных занятий в одиннадцатом классе, я вот выучил в три раза больше, чем за три или сколько там, четыре года физики в школе. Ну то есть, блин. Если бы мне там рассказывали именно, а теперь для закрепления материала напишем ось с графическим интерфейсом, я бы вообще ничего не знал. А так я хотя бы как-то что-то могу. Поэтому как бы засчитано, но не для всех все равно. То есть вот эти классические курсы, про которые он говорит, они в основном нужны для людей, которые вкатываются в IT, а не для людей, которые закончили политехнические университеты и так далее. Наверное, в политехнических университетах до сих пор все нормально. Хочется верить, я не знаю. Но как бы если мы говорим про курсы там где-нибудь на коробке навыков или где-то еще, то ну извините, там как бы и аудитория немножко другая. Второе. Удобство софта и сайтов. Это как раз о том, что ему не нравится, как выглядят интерфейсы. Вот он рассказал о том, что он поставил расширение на Google Chrome. Внимание, поставил расширение, чтобы была стартовая страница Яндекс. И типа там сайд-эффект был, что он как его поставил, перезапустил браузер, ему браузер все 99 вкладок его потерял. 93, прошу прощения. И он говорит, что типа это плохие разработчики, которые так написали расширение, что это. А вдруг там вообще в Google Chrome так опиха устроена с вкладками, что чтобы применились настройки к новой вкладке, надо закрыть все вкладки. И разработчики Яндекса здесь ни при чем. Ну это правда все равно поддержит тот тейк, что современный софт кал. В данном случае просто не расширение, а Google Chrome кал. Ну блин. Тем не менее, я это. Ну я бы так не... Ну короче, слишком снобистский. История PDF-ная. Он поставил PDF-24 в программу, которая позволяет редактировать PDF-ки. И что установщик 200 мегабайт, а после установки 700 мегабайт. А собственно говоря, всего-то надо было редактировать PDF-ки. Всего-то. Ну так-то это не всего-то. Это довольно серьезная штука, которая именно... Вот я тебе недавно скидывал. По тебе опять же. Я это вам скидывал или мы в подкасте обсуждали? Я помню, что скидывал, но не помню, вам скидывал или нет. Нет, там была тема, что новая либо, короче, консольная, которая позволяет компрессировать PDF. И там, ну то есть PDF, постскрипт, вообще формат и так далее, это ну до хрена делов. А когда это именно визуальная какая-то штука, с гуем программа, то понятно, что там, ну она весомая. Тут правда скрин из нее есть, и там прям все плохо. Там прям на старте у тебя 100-500 кнопок, которые ты даже не знаешь, что означают там, и вот это все. То есть ну как бы странно. Но опять же, вот зато софт для технорей сделали, который все знают, что такое затемнение PDF, обрезать, наложить, сравнить и так далее. Поэтому, ну да. А еще его бесит, что когда он в трейд закрывает программу, они что-то переспрашивают. Например, вот если вы закроете PDF Creator, вы не сможете использовать PDF Creator Printer. Он говорит, я даже не знал, что вообще там есть какой-то еще PDF Creator Printer, там и так далее. Ну типа, зачем мне эта информация вообще? И он, кстати, там еще пишет, да, я все еще пользуюсь Demon Tools Lite в конце 23-го года. Да, увидел, я орал. Блин, ну у него, конечно, интересно, специфические вкусы, так сказать. Да, да. Тут то же самое, он говорит, что у него там, ну вообще винда говно, и у него Lubuntu, на которой все лучше там и так далее. Lubuntu, да, да, да. Ну потом он дальше про языки программирования размышляет, про то, что вот пришел Rust, который там быстрый, классный и так далее, но типа, можно и на C++ писать. И что у Rust очень много все равно проблем, а ради которых, ну типа, и эти проблемы перекрывают то, что он там удобнее, безопаснее и так далее. Потому что безопасность на C++ можно написать, если ты не тупой, типа. Ну на самом деле, если ты желтый мозг в итоге. Но на Rust, типа, некоторые вещи просто плохие, поэтому да. То есть, ну, окей, но да. Да, здесь опять же мемы. Про то, что код программ современный, очень большой, да. Ну, согласен, он вот говорит, что весь золотой софт 2003-го умещался на одном CD-диске, а сейчас это там жестко. Винда 11-я, к постустановке, весит 40 гигов. А вот у него... Золотой софт, блин. А на Lubuntu у него все классно. 16-я версия съедает 300 метров оперативки, 22.04, уже, конечно, 500, но так и прошло 6 лет, и там, типа, ну, графически там изменилось и так далее. То есть, ну, типа, 500 метров ОЗУ еще, ну, согласен, он готов, но да. Я ни в коем случае, повторюсь, как бы не высмеиваю его, потому что, ну, действительно, приложение на электроне, то, что там Chromium под капотом, там 100 вкладок, и они загружают там половину оперативки и так далее, ради какой-то базовой функции там и так далее, типа, там, чат-мессенджер, рокет-чат, прости господи, да, клон Slack'а, он на электроне. Ну, опять же, блин, ну, зато... То есть, в чем смысл? Я сейчас к чему буду... Почему буду защищать вот это все? Потому что это позволяет более дешево разрабатывать. То есть, по сути, продавцы и разработчики софта экономят свои деньги ценой денег конечных пользователей и их денег, вложенных там в компьютеры и так далее, и тому подобное. Я бы это так назвал, потому что оптимизировать игру или там какой-то софт, чтобы она шла там даже на калькуляторе, стоит так дорого для компании, что проще ее недооптимизировать и сказать, идите и покупайте себе там хорошие компьютеры. И учитывая, что это общее настроение индустрии в целом, то это вот так и работает. Потому что, ну, это же не одна какая-то компания так говорит. Ну и понятно, если бы это был рынок, то все бы пошли, поставили программы другой компании, у которых оптимизировано и быстро, и все. Но нет, это как стихийно, ну, как стихийно, не стихийно, это как будто синхронно произошло, как картельный сговор какой-то. То есть, ну, весь софт стал говном, я даже, в общем, с этим немножко согласен. Но при этом, вот, это как будто бы это невозможно изменить силами одной какой-то там локальной компании, потому что тогда, ну, рынок ее просто сожрет. Если она не будет быстро доставлять, делать новый софт и конкурировать со своими конкурентами, прошу прощения за тавтологию, то просто она на рынке не останется. И это невыгодно делать настолько отказоустойчивый и оптимизированный софт в итоге. Поэтому даже не знаю, что еще здесь добавить. Но то, что мы с тобой неоднократно говорили, во времена, когда диски, еще игры на CD-дисках выпускались, да, в начале нулевых, там до середины нулевых. И когда реально, если у тебя продакшн-билд, который на золото, так скажем, ушел с багами, с какими-то, то ты рискуешь полностью всю торговую кампанию провалить. Потому что тебе нужно было бы отозвать партию дисков и выпустить уже версию 1.0.1, а уже прошел слушок, что говно там. Ну, короче, это прям плохо. Это вот, знаешь, наглядный пример, это Xenus, да, когда вот она вышла, версия 1.0, и потом на игроманиях патча по 3 гига выкладывали, версии 2.0, в которых хотя бы это стало можно играть. Вот, ну, это прям реальный провал. Это хорошо игромания была. А у кого не было, ну, ну, или как вот первая мафия, да, вышла, в которой был баг, что забыли, этот, в пиратке именно, что забыли режим сложности в гонке разрешить, менять. И по дефолту самый сложный сделали. Ну, реально, ну, кто-то же проходил, я даже проходил. Мы в школе реально его проходили. Это, ну, мы приходили друг к другу в гости, чтобы это пройти, почти как миссию с вертолетиком. Ну, реально, ну, проходили, делали и так далее. А, ну, а когда это непроходимые баги? Ну, это, по сути, падение продаж. Тогда это было оправдано, но сейчас, к сожалению, как бы мне не прискорбно было констатировать этот факт, это не очень оправдано. Делать сразу супер оптимизированно и так далее. Поэтому, ну, вот, вот, вот. Но это как всегда. Просто здесь как бы, вот у этого творчества в программировании есть один минус, что есть еще бизнес. Вот. И мы это приходим к некой такой капиталистической формации этого всего, что получается, что у нас здесь тянет даже не то, что мы все такие, короче, теоретики и практики, творчество, программирование и вообще IT, такие светилы, и энтузиасты, а кроме нас еще существуют бабки, блин, которые начинают за нас говорить и люди нам говорят, когда выпускать, что выпускать, как быстро выпускать, в каком формате и так далее, так далее, так далее. Вот, к сожалению. Тут, конечно, у чувака, ну, как бы, все классно написано, реально. Очень смешно, просто почитайте. Там реально очень смешные мемы и все, короче. Чувак, видно, что он, ну, типа, как сказать, пригорел на этом жестко. Это прикольно, да? Вот. Но, короче, блин, ничего с этим не поделать. Ну, да, да, это такая история, которая, ее сложно побудить, побудить, победить, прошу прощения, но, между прочим, он работает в Ренессансбанке. Я не знаю, это его же доклад? Да, я так понял, это он же, да, то есть, его и доклад тут, и все. Ну, вот, Ренессансбанк, вот мне теперь интересно, в Ренессансбанке же тоже, наверное, что-то не идеально? Ну, так он, наверное, только с этого и начал плеваться, Пади. Он, может, вокруг него все и нормально, а вот он там поглубже копнул, Пади, а потом начал везде это видеть. Ну, в общем, вот. Поэтому прискорбно, но я не могу сказать, что IT в омгле. Я бы скорее сказал, что жизнь в омгле. Вот именно. Мы в какой-то антиутопии живем, в таком случае. Я бы до этого размотал, потому что, ну, реально, это вот рыночная ситуация сейчас такая. Ну, да. Если уже совсем раскатывать на все, то да. А если с оптимистической точки зрения смотреть, то все классно. То все классно, но сейчас так. Но так. Блин, я, мне, я, не, не сторонник, знаешь, плыть по течению или типа того, но такое ощущение, что раз уже эволюция к такому привела, ну, значит, так и надо человечество. Ты имеешь в виду, по-другому не могло бы просто быть. Ну, не могло бы, но, значит, человечество это заслужило, как минимум. Ну, то есть, я здесь как бы к тому, что, что мы сеем, то мы и женем. Раз уже вот так, ну, вот так. Захотели все купить ПК и стали покупать и там, консюмеризмом заниматься. Ну, вот, все на нас и переложили. Не будешь покупать новый ПК, будешь страдать, как бы, и вот это все. Поэтому, ну, как-то так. Хорошо, пойдем к следующей новости. Она же последняя. Она как новость? Ну, это наша жизнь, опять же. Это новость, на самом деле, которая звучит Celebrities aren't the only one saving historic cinemas. Вот. Но мы даже будем говорить не про то, что вообще кинотеатры, кто-то там спасает какие-то селебрити, а мы будем говорить о том, что вот вообще, оказывается, в американской индустрии из развлечений, да и у нас, как мы видим, потихонечку, потихонечку, у них помощнее похоже, но такие вещи, как вообще кинотеатры, как понимание классических кинотеатров, начинают подмирать чуть-чуть вследствие всех кризисов, пандемий, забастовок актеров. Ну, вы все сами знаете. Не мне вам объяснять, я думаю, кто вообще хоть чуть-чуть интересуется поп-культурой, так сказать, в теме. Слушай, забастовки были и до этого. Я помню целый сезон «Клиники», седьмой, по-моему, да, полсезона просрали из-за забастовки сценаристов. Ну да. То есть оно как будто бы всегда было, но, да, я понял о чем-то. Ты про последнюю волну. Да, но еще и наложилось дополнительно. То есть сначала то, сё, там не снимали, потому что кто-то ковидом заболел. То, там, то, сё. Короче, в общем, кажется, темные времена, из которых только выбирается киноиндустрия, еле-еле. И, соответственно, из-за темных времен, в принципе, кинотеатры, так еще и я вам напоминаю, что клиника клиникой ранее, а сейчас-то у нас стриминговые сервисы появились. Ну да. Одно из главных убийц наших. Значит, и вот под давлением стриминговых сервисов и прочего, соответственно, людям уже не надо никуда ходить, они смотрят дома. И более того, премьеры выходят на стриминговых сервисах, тебе уже не надо в кинотеатр идти, ты дома смотришь. Соответственно, что мы имеем? Кинотеатры, вот как здание, оно как будто становится потихоньку не нужно. И вот конкретно в Штатах знаковые кинотеатры, там, где снимали, я не знаю, Тарантино снимал однажды в Голливуде, то есть какие-то очень красивые исторические здания, может быть, какие-то просто старые кинотеатры, их потихонечку вот люди выкупают, ну, состоятельные, превращаются в что-то другое. Может быть, кто-то продолжает там показы ретро-кино устраивать, кинопоказы, какие-то тусовки, короче, кто-то там вообще вот чуваки там по тачке купили, знаешь, то есть они между какими-то своими презентациями машин буквально, ну, кино показывают, то есть тоже используют кинотеатр как кинотеатр, но между этим еще какие-то тусы дополнительные. Вот, и много кто так делает, вот выкупили какой-то охрененный там кинотеатр, который там тоже показывали всякие знаковые, например, на Рождество показывали там Один дома и всякое такое. То есть, короче говоря, кинотеатры получают вторую жизнь, но такую как бы не за счет нового чего-то, а за счет старого. То есть, на самом деле, например, можно сравнить это с библиотеками. То есть, в библиотеке сейчас вообще кто ходит в библиотеки, кажется, да? Ну, типа по назначению ты имеешь в виду, по прямейшему. Типа по назначению, да. Типа вот я спрошу, кто ходит в библиотеки. Ну, кажется, что никто не ходит, но на самом деле это просто сейчас место тусовки. И у нас в Челябинске, ну, как бы есть прям знаковые библиотеки, которые тоже исторические здания буквально, в которые, ну, просто прийти, в принципе, приятно, как минимум. Но еще и там внутри какие-то проходят ивенты дополнительно. И все это вокруг книг происходит. Ну, хочешь, можешь зайти еще почитать в читальный зал, да? Ну, или там просто отвлечься. Ну, это общественные пространства. То есть, там доклады какие-то там, вечера, чтения, там, ну, что-то такое в антураже книг, в антураже чего-то. Но при этом, если ты до сих пор хочешь издать какую-нибудь книжку, то, по-моему, 16 или сколько-то экземпляров ты обязан отправить в какие-то библиотеки, которые именно имеют статус. Там, я не знаю, библиотеки госзначения или типа того. То есть, ты условно заказываешь в издательстве там тысячу экземпляров, тираж там какой-нибудь книги, да? И 16 из них отправят вот куда-то. Я не знаю, кстати, Челябинская публичная библиотека входит туда или нет. Хочется верить, что да, потому что, по-моему, у нас городов-миллионников меньше, чем 16. Соответственно, ну, там в Москве, наверное, две библиотеки, в Питере две остальные, вот по городам-миллионникам плюс-минус. Ну да, да я бы и сам отправлял. Как мы знаем, это тоже реклама своего рода, на самом деле. Если ты уже книжку издаешь, то куда мне отправить, как в библиотеку бесплатно, да? То есть, ну, понятно, что... Ну, а кто там про нее узнает? Как будто бы без рекламной кампании это все равно, ты можешь ее также отправить какому-нибудь бомжу в коробку. Возможно, возможно. Может быть, как-то можно под какие-то... У них же тоже свои есть ивенты, выставки. Ну да, наверное. Да, под какую-то выставку это подписать, тоже как вариант. То есть, ну, договориться опять же, мы же как бы здесь люди. И вот то же самое с кинотеатрами. То есть, их преобразовывают потихоньку. Несмотря на то, что у нас... Вот даже где мы были в Америке, в Фейербэнксе, например, в Аляске, ну, не очень-то и старый кинотеатр вроде бы был. Он даже, я больше скажу, это просто обычный какой-то ТРК-ТРЦ вроде бы, да? Я уже не помню. На Гарри Поттера мы ходили. И на Зеленого фонаря. По-моему, это просто было какое-то обычное здание. Ну, нет, ну, это был кинотеатр. Ну, это кинотеатр. Я к тому, что он не был каким-то историческим, да? То есть, он просто здание. Да мне кажется, на Аляске ничего особо исторического не было. Я сейчас попробую на Google Maps, ну, пока ты дальше рассказываешь, попробую посмотреть именно через эти. Ну, ты меня понял, через панорамы. Да, и вот мне интересно, что случится с такими кинотеатрами. Потому что вот у нас, например, в Челябинске-то и нет кинотеатров каких-то исторических. Прямо исторических, кроме кинотеатра Пушкина, на самом деле. Где и так уж старое показывают ретро, да? И я просто хочу сказать, здесь два варианта. Не два варианта, два у меня вообще тейка про то, почему кинотеатры я бы оставил. Ну, это как с конференции Е3, которую я люблю. Я на Дагда Гоу-картах, чтобы ты понимал. Я что-то думаю, где панорама, а я на Дагда Гоу-картах. Причем, они Эппл-карты под капотом. Эх, так там что, небезопасно, что ли? Что-то не знаю даже, но вот так вот. Так вот, я... Ну, первое, вы сами знаете, в целом, я уже это сто раз говорил в подкастах, что я люблю вот, кроме того, что я люблю вообще вот эту культуру кинотеатров и ходить в кино на премьеру, мне в принципе нравится. Второй тейк мой, это вот как про CD, диски и про винил. Это что кинотеатр, он немножко фокусирует твое внимание. Вот. То есть, ты идешь в кино смотреть кино и не отвлекаться, самое главное. И, возможно, даже желательно показать тебе перед этим ролик, что не включайте телефоны и так далее. То есть, вот эти стриминговые сервисы, те самые, которые завоевывают, значит, те самые, которые убивают кинотеатры. Я заметил, что люди вообще потребляют кино и контент. Оказывается, даже не то, чтобы, ну, отвлекаясь, а там, увеличивая скорость. Да, ну, может быть, кто сейчас подкаст смотрит в X2. Да, да. Ну, просто, вот кино смотреть на полтора... Мы как бы не осуждаем, конечно, но это так себе. Да, да, мы не осуждаем, но просто вот смотреть кино, да, там, дюну в полтора скорости, это, ну, немножко как бы, по меньшей мере, странно. Просто, ну, атмосфера теряется. Вы сами все понимаете. То есть, мне не надо вам объяснять. Это странно. Но вы, наверное, так потребляете контент. Много так просто смотрят. И стриминговые сервисы позволяют это делать, да, там, ускорять, вот, вообще, кино, сериалы. Ты можешь отвлекаться на телефон жестко. Просто это тебе, это твоя природа тебе диктует, понимаешь? Уже мозги у всех абсолютно, ну, такие вот шортсовые. YouTube шортс, да? Вот такие примерно. И кинотеатры могли бы, как бы, вернуть немножко более медитативное состояние для людей, правильно? То есть, ты пришел, и ты реально отторобахал, там, три часа на дюне, посмотрел ее, и, как бы, ну, и это дало тебе что-то, какое-то событие для тебя это стало. Ты, как бы, можешь подумать после этого, или можешь подумать в процессе этого. Ты, как бы, полностью получил контент, как задумал режиссер, может быть, он что-то тебе пытался сказать этим настроением, да? А если ты посмотрел, ну, с ноута на ускорение в X2, отвлекаясь на телефон, разворачивая мессенджеры во втором окне, не дай бог. А в первом у тебя еще, там, курс какой-нибудь с фабрики навыков. Да, я согласен, кажется, что мир уже, как бы, ну, очень быстрый стал. Может быть, мы все уже занятые стали, там, с детьми и так далее, и так далее. Но тогда просто, мне кажется, нужно просеивать контент, а не потреблять весь, но на ускорение, да? Ну, вот, ну, вот, вроде бы, это такой более вариант интересный. Поэтому я тут за кинотеатры. Конечно, я еще более за исторические кинотеатры. Вообще, исторические здания, ну, сносить или что-то там с ними делать, это, ну, просто больно, да? Как дерево срубить. Поддерживаю. Да, то есть, это в целом я за. То есть, хорошо, ладно, допустим, вы не хотите кинотеатры, у вас вообще нет денег на кино и так далее, и так далее. Ну, окей, просто оставьте эти здания. Вот, но в целом кинотеатры я бы оставил. Несмотря на то, что, если честно, в последнее время, там, в каком-нибудь 2019, там, если ходить, вот, до пандемии, да? Да и, по-моему, все еще сейчас. Да, в кинотеатрах, может быть, вообще скотское было отношение к зрителю. Ну, честно, много кто отмечал. У нас даже была, по-моему, статья, опять же, про это. Мы смотрели про то, что, ну, в кинотеатрах уже плохо. Уже плохие экраны, выцвещшие где-то там с какими-то дырками, знаешь. Вот, кажется, что уже люди не заботятся о кинотеатрах. Ну, даже при этом отношении хреновым к нам, как к зрителям, со стороны тех, кто кинотеатрами заведует, даже при этом все равно кажется, ну, они имеют место быть пока что, мне кажется, вот, в нашей жизни. Ну, полностью согласен. Мне кажется, это топ. Я открыл фейербэнксовский, там просто буквально ангар сраный, там, такой полутораэтажный какой-то. Ну, на самом деле, там как будто три этажа, но это огромный именно прямоугольник. Параллиния пипет. Ты имеешь в виду, что в нем нету ничего такого. Да, ничего исторического в нем нет совершенно. Вот, никакой, знаешь, там, именно стенда вот этого, в котором по одной буковке там надо вставлять какие-то. Там, видите, такой стенд рядом у Вендис, и то есть, по-моему. Да, да, есть. И у Супер Эйта. Но, в общем и в целом, короче говоря, в этом кинотеатре ничего сильно исторического нету. Вот. Но давай так, это все равно не по... У меня, блин, у меня мысль за это. Мысль за мыслью, как шутка за шуткой. Первое, это был ли ты у нас в знамени, который можно, наверное, назвать даже историческим кинотеатром? Блин, не был. Если честно. Это то, которое, собственно, на Кировке? Да, да, да. То есть, это же реально, типа, исторический кинотеатр. Он там был еще сто лет назад. Да, я, если честно, не был в нем. Но я каждый день буквально прохожу. Могу пройти, по крайней мере, потому что рядом живу. Но, тем не менее... Слушай, ну, хочется, наверное, и сходить даже туда. Опять же, там же показывают старье, но и вроде какие-то новинки показывают. Ну, вот условно. Давай, какую новинку ты сейчас знаешь? Я тебе скажу, есть она там или нет. Ну, я вижу. Я тоже открыл знамя. Я вижу, что там всякие приключения панды есть, например. Что-то я такого не вижу. Я вижу Манки Мэн некий. Наверное, это что-то современное. Я вижу падение империи. Он же Civil War в оригинале, а в России его падение империи назвали. Все. Я просто, прикинь, кинотеатр Знамя Екатеринбургское. А у них тоже есть, оказывается. Нет, Челябинское я тоже открыл. Вижу, что тут новинки, реально. Правда, не хочется такие смотреть, правда, новинки. Но вижу, что не старье. Ну, вот. И у них новый кинозал даже есть. Но при этом там как бы это типа историческое здание, и вообще там прикольно, и вот это все. То есть, скорее всего, вот о кинотеатре, история кинотеатра. Блин, здесь какие-то проверки защиты от ДДОС-атак. В 1910 году состоялось открытие. Памятник архитектуры и истории 20 века. Наш кинотеатр стареющий в Уральском регионе. И третий по страшенству в стране. На секундочку. Ё-моё. Вот-вот. Не то, чтобы я тебя сейчас поймал, я сам в нем не был ни разу, к сожалению. Я вообще мало людей знаю, кто ходит в Знамя или там ходил в Знамя. Вот Гоша ходил. То есть, в основном люди ходят, ну, типа, в Пушкина, потому что там просто старый всякий хипсерский контент. Вот. А чтобы так пойти на новый, вот это... Ну, вот новый челлендж появился у меня в голове. Потому что там реально маленький зал. То есть, там прям вот, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять рядов по восемь мест. Ну, ладно, по девять. И там обычные узкие кресла. Да, всего один зал, судя по всему. Но при этом... Ну, давай, это по расписанию сейчас будет понятно. Значит, зайду на расписание и билеты. Ну, да. То есть, там вот практически... Ну, одновременно ничего не идет. То есть, там вот в 2.15, потом сеанс в восемь, в шесть, в четыре, там, и все. Так что, да, зал один. Ну, вот интересно. Интересно. Не был. Хотя, казалось бы. Вот. Интересно. Я согласен. Ну, давай так. Это мы сейчас про исторические, да, поговорили. А про сам факт потребления кино в кинотеатрах. Может быть, тоже заслужило человечество такое? Так вот я об этом же, да. То есть, вообще, уже пофигу даже про исторические. То есть, кажется, что концентрация внимания, которую дает вообще кинотеатр, любой, не исторически тоже дает. Если ты придешь, сядешь в зал в темноте, и у тебя будет экран, при котором, ну, ты либо просто физически не можешь смотреть в телефон, да, либо тебя заставляют не смотреть в телефон. И просто тебя, ну, в целом, обстановка предрасполагает смотреть кино, не отрываясь. В той скорости, в которой задумал режиссер. Вроде бы, это правильнее, да. Ну, вообще, для мозга и для всего, для потребления вот этого кино. Поэтому даже неисторические кинотеатры, может быть, их просто столько не нужно, и они, как бы, там, некоторые надо переформатировать, окей. Но вообще-то, как бы, круть. Ну, смотри, вот есть у нас мягкие, да, кинотеатры, так называемые. Так, а есть твердые. Да, есть Киномакс. Победа, я не знаю, осталась или нет, как кинотеатр. Наверное, осталась. И все? Какие еще есть у нас? У Гагарин парки какой-то, но он, мне кажется, тоже мягкий уже по франшизе. Ну, то есть, блин, давай так, я туда прихожу, вот я в мегаполисе иногда бываю, чтобы на колесо обозрения попасть. Так. И говнина. Ну, блин, там все какое-то уже именно энтертейнментно-семейно-странное. То есть, уже вот туда прийти в Монокли и смотреть какое-нибудь кино про Тарантиновское, туда уже реально горько два надо ходить только смотреть и какие-то там детские мульти-кунфу-кунфу-панду. Или еще там какое-то говно. То есть, блин, уже вот что-то такое только в знамя идти смотреть. А сейчас я посмотрел там на эти залы и тоже как-то неохота, там какие-то эти кресла из нулевых. Хотя ремонт в 20-м или в 20-м каком-то там было написано, что вот, ну, типа, в ближайшие пять лет, в течение пяти лет плюс-минус был. А все равно, блин, ну, не знаю. Ну, я понимаю вайб, понимаю. Да, блин, просто еще и кино такое стало, которое даже не надо концентрироваться. Понимаешь, на нем не надо концентрироваться, надо сидеть в телефоне и параллельно. Вот я поэтому же и ходил, еще когда ходил, где-то на одно кино в год. То есть, последнее, на что я ходил, прям вот ходил, это фильмы Тарантино. Хотя я не помню, смотрел ли я однажды Голливуда в кинотеатре или нет. Но, по-моему, смотрел, почти уверен, что смотрел. Я ходил на всяких Дэдпулов, ну, на всяких, в смысле, на обоих. Третий не вышел случайно? Нету, не было. Но первый, второго я смотрел. Так бы пошел. Людей Икс я смотрел, всех. Потому что люблю Людей Икс, в том числе, напоминаю, про все параллельные и непараллельные вселенные. Логана, по-бреду, по-моему, не в кинотеатре смотрел. А ты смотрел все-таки? Смотрел, конечно, что. Мне кажется, даже дважды по-бреду. Мне очень понравилось именно вот это Мадмаксовское, в целом, вся атмосфера, вот это все. И ходил на Звездные войны. На всяких изгоев, на всю херню, короче, ходил. Но ты, мне кажется, пропустил каких-то Звездных войнов, уже кучу, наверное, Звездных войнов пропустил. У всех Мандалорцев, я пропустил все сериалы именно, но на кино ходил. Ну-ка. Как это? А ты разве ходил на Хана Соло? Конечно. Который просто Соло назывался или как-то так? Ладно. Подожди, вот Сага Скайуокеров. До Скайуокеров-Восходов я ходил. То есть, ну, финал я тоже смотрел, очку. Из Гоя-1 Хан Соло я смотрел. Все. А больше только сериалы были. Короче, все, что полнометражки, я ходил, смотрел в кино. Но вот последнее Скайуокер-Восход в 19-м году было. Вот, считай, 5 лет уже не ходил. Ну, я утрирую, повторюсь, по-моему, на однажды в Голливуде я ходил. И какие-то Люди Икс, хотя тоже последние, по-моему, в 19-м году были. То есть, вот где-то тогда у меня все закончилось. На рубеже 20... как это называется? На 3-го и 2-го десятилетия. Слишком умно. Люди Икс кино тоже сейчас, ну-ка, посмотрю. Вот. То есть, Люди Икс, Темный Феникс, да, 19-й год. Вот я и их ходил. Дэдпулы тоже, вот. Первый, второй вышел. Вот на Новые Мутанты в 20-м году... А, ну это уже... Подожди, или что? Это полнометражка или нет? Провалился в прокате. Ну, я не ходил, потому что. The New Mutants. Ну, тут уже никого из этих современных актеров не было. Даже из вот новой, так сказать, тусы. Поэтому вот не ходил. Ну, это уже 20-й год. Вот, видимо, в 20-м я вот перестал ходить. А когда был однажды в Голливуде? Сейчас тоже 19-й по бреду. Да, тоже давно уже, на самом деле. Ну, это до пандемии было, прям перед пандемией. Да, тоже 19-й год. Короче, вот. Реально, может быть, я из-за ковида, короче, надломился. И так уже и не восстановился. И только на стриминговых сервисах тебя же смотришь. Стыдно, конечно. Стыдно, наверное. Но... Кстати, в июне 21-го года был опубликован роман Тарантино однажды в Голливуде. Сам Тарантиноч написал книгу, которая расширенная новелизация фильма. Слушай, ну, я не сомневаюсь, конечно, в его таланте писать, но писать книги я бы не знаю. Ну, вот представь себе. Стал самой продаваемой книгой на Амазон сразу после публикации. По итогам первой же недели продаж занял первое место в свитке бестселлера в художественной литературе Нью-Йорк Таймс. Вот так вот. Ну, не сомневаюсь, не сомневаюсь. Трудно отделаться от ощущения, что Тарантино пишет свой собственный фанфик, хоть и с неоспоримым талантом. Говорит Кэти Россейнски из Evening Standard. Если даже в Evening Standard подмечают, что там фанфик, то... Боюсь, нам, как с отечественником Толстого, покажется больно читать такое. Кинокритик обещают. Кино последнее, да, у него? Премьера, по предварительным данным, состоится в 25-м году. Охренительно. Но ждем. Одну из ролей в фильме сыграет Брэд Питт. Ну, действительно, куда же? Ну, нахрен. Это неплохо, это хорошо. Может быть, вот будет повод вернуться в кинотеатры. Потому что, ну, реально, вот я открыл сейчас знамя. Реально, вот были времена, когда ты просто открываешь в любой момент афишу современного кинотеатра, и ты хоть один фильм, ты можешь сходить. Всегда есть какой-то блокбастер. А что сейчас блокбастер? Вот это вот падение империи? Это вообще русский? Ну, нет, это не русский фильм, раз он в оригинале Civil War называется. Видишь ли, если сильно вгрызться, может быть, это все нормальное кино. Вот честно тебе скажу. Там есть по одному блокбастеру, но это надо хотеть. Как-то вот это хотелка пропала чуть-чуть. Падение империи, я слышал, вот такое название где-то в новостях у себя. Ну, да, да, его сегодня прям, да, ну, меня сегодня даже кидают в Великобританию, США, жанр фантастический. Вот, пошел, посмотрел. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники авиации штурмует столицу. Белый дом вот-вот падет. Вот. То есть, как бы, что-то хочется вроде, как бы. Можно, можется, но не хочется. Нет, наоборот, да. Хочется, но не можется. Поэтому, блин. А Манки Мэн это... Джон Вик, ты смотрел хоть одного Джона Вика? Нет, я не смотрел, к сожалению. Я тоже. А их ведь смотрят. Их любят. Меня, короче, бесит формат Джона Вика. Я не знаю, сейчас многие будут плеваться, кто вообще дослушал хоть до этой секунды. Но мне вообще этот формат... Я вот, опять же, любитель Нейшулера. И пошел. Он вообще фанат, там, видимо, дикий, собственно, Джона Вика. А первый его фильм, вот этот хардкор, он разве не до Джона Вика вышел? А хрен его знает. Но это не суть. Суть в том, что вот этот Никто, который... Где Сол снимается? Лучше извините, Солыч. Никтошич. Это, ну, буквально писал сценарий... А это я помню, да. Да, чел, который Джона Вика, да. Я посмотрел Никто, который... Ну, я в позитивном настрой шел. Более того, я ангажирован шел. Посмотреть на нашего режиссера, так сказать. Вот. Любимого. И мне не понравилось, прикинь. Я, короче, вышел. Я помню. Мы же это, по-моему, пришел уже обсуждать. Мне не понравилось ни Никто. Я, значит, что я боюсь, что мне вообще Джона Вика не понравится. Вообще. Просто сама идея вот этого одного чувака, который выходит, всех стреляет, классно. А коту, что Киану Ривз не поможет? Да на похрену мне надо. Я вообще не фанат Киану Ривз особо. Ну, то есть, мне нравятся Киберпагнадо 2007 и Матрица. Вот. Но, как бы, не то, чтобы я прям, ну... Но при этом ты четвертую Матрицу смотрел, а? Смотрел. Попался. Ну, кстати, сколько из десяти? Ну, она, блин, отстойная была, конечно. Ну, сколько? Пять? Три? Я не помню. Или все-таки, ну, семь хотя бы? Да не, я бы четыре, скорее, дал. Бля. Из десяти. Двадцать первый год. Одновременно с релизом и стриминг-сервисом HBO Max. Вот он, корень, бед. Ну, при этом, смотри-ка, Breaking Bad, это же Netflix? Разве? Я не знаю, кстати. Это, мне кажется, какие-то свои, там, TLC, THC. Подожди. Ну, давай так. Sol стопудово Netflix. Миллиард процентов. Breaking Bad. AMC по тебе. Ну, вот. Смуссм. А, подожди, подожди, подожди. Дистрибьюторы Netflix. А компания телеканал AMC, да? Они же эти... Walking Dead, Breaking Bad. Ну, все у них такое бедовое. Ну-ка, вот Better Call Saul, там, прям, как ты начинаешь смотреть, там, N. Блядь, тоже AMC. Они, может... Не, ну, они стримятся, может быть, на Netflix. Ну, они стопудово, возможно, эксклюзивно даже на Netflix. Да. Но просто, блин, Матрица, короче, вы не представляете. Там это... Ну, кто помнит четвертую Матрицу, если вообще хоть один человек остался, кто вообще помнит, что там за бредятина. Там, короче, отличное начало, запрягли вообще офигенно. Там такое начало, ну, очень крутое, короче, я не могу объяснить. Начало, как говорится, начало крутое, а Матрица 4 говно. Вот, короче, реально... Короче, начало реально офигенное. Вот, без шуток. Прямо вот первые 10 минут, наверное. Там что-то... Там какой-то очень триповое такое, знаешь, наркотическое какая-то хреновина происходит с Киану Ривзом. И что-то так все классно происходит. Я думаю, блин, что сделали? Сижу вообще с дрыном. И после этих 10 минут, ну, как будто что-то обрубается. Дальше либо там в Ачовске ушли вообще, ну, курить куда-то там, я не знаю. Либо что происходит, и все. Просто происходит какой-то кунг-фу панда 4. Вот. И все, я, короче, вообще просто говно. Ладно, мы очень сильно углубились в это дерьмо. Ходите в кинотеатры, если хотите. Падение империи. Как будто мы приглашаем в кино. По пушкинской карте ходите. Может быть, вам еще мало лет, и у вас она есть. Матрица 5, между прочим, ожидается. Видимо, недостаточно плохо. 63% на Rotten Tomatoes. Ну, по тебе 4. На Метакритике тоже 63. Это сигнал какой-то. Какой-то там. До 63 вверх. Лоренс Фишберн, который Морфеус сыграл, сказал, что фильм вышел не совсем плохим, как ожидалось, но и не таким хорошим, как актер надеялся. Киану Ривса и Кэрри Эн Мосс справились. К сожалению, насчет отсутствия в продолжении «Матрицы» у Фишберна нет. Как там было у Гоблича-то? Потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный кал. Ну, круто. Хочется сказать, круто. Несмотря на то, что мы все последнее это сказали, можем к обойке переходить тогда. Да, обойка. Что здесь видит вообще наш зритель, а слушатель просто представляет? Италия, между прочим. Какая-то улочка такая с водой. Небольшим водоемчиком. А может быть и большим, мы тут дальше не видим. Но на этой улочке есть, как всегда, красивые здания итальянские. Гора там на фоне. А на переднем плане, собственно, фонарь. И к нему припаркован велосипед. Что здесь, я бы сказал, подкаст наш? Я бы сказал, подкаст – это вот эти навесы там на заднем плане, да? Куда можно присесть, попить какую-нибудь сангрию. Я не знаю, что пьют в Италии, если честно. Капучино, там и пьют, и латте. Капучино, и латте. Они же их изобрели. Вот именно. Значит, вот это наш подкаст. То есть, это такое место, знаете, где-то в уголке Италии, где каждый любитель... Ну, есть люди, проходят мимо, а есть люди, которым действительно нравится посидеть около вот этого водоема замечательного. Выпить, может быть, свой эспрессо по-быстрому, да? Или там, наоборот, долго пить латте и читать новости из газеты, разумеется. Вот это вот все наш подкаст, вот эти вот навесы задние. Классно. Мне, во-первых, тоже... Я тоже хотел сказать, что наш подкаст-то кафешка. Одна из вот этих двух. Может быть, это все одна кафешка, но нет, выглядит как две. Даже три. Там он еще в голубом здании, кусочек которого слева виден. Тоже третий кафешка. Наш подкаст-то как раз такое место, где после работы люди собираются, выпивают кофейку, слушают, общаются друг с другом в комментариях и узнают какие-то брюзжания старческие, как наш весь сегодняшний подкаст. А потом уезжают вот на этом велосипеде. Замечательно. Причем, обратите внимание, велосипед-то не припаркован. У него замок просто вокруг рамы обернут, а к самому столбу он как будто бы не прицеплен даже. Ну, видимо, не бояться в Италии оставлять. Ну, либо это фотограф свой припарковал, и он, ну, стоит и готов, если что, деру дать за тем, кто будет угонять у него это. Ну, это, видимо, очевидно, Северная Италия, потому что горы наверху. Это, ну, Альпы, наверное. Может быть, это Сицилия и там вулкан какой-нибудь, Этна. Но, по-моему, да, мне кажется, это Северная Италия, и там кайфово. Блин, я когда это посмотрел, мне так грустно стало, если честно, от всего. Просто от жизни, блядь, сраный грустно. Даже велосипед, вот не с дисковыми тормозами, вот это говно бездушное современное, а вот еще с колодками все еще старыми. Скорости, по-моему, только на колесе переключаются, на педалях одна фиксирована. Короче, все классно здесь, и вон за окном все не классно. Поэтому я говорю, я увидел это. На Unsplash стало тяжело выбирать обойки, тебе честно скажу, потому что там появился некий Unsplash Plus, который надо оплачивать, чтобы там некоторые самые вкусные скачивать, эти картинки. А на всех остальных, во-первых, куча вертикальных фото, вот одно из которых сейчас мы видим, и я его на рабочку себе поставил прям с полями, чтобы каждый пиксель видеть, чтобы ничего не обрезалось. Но при этом мелко, потому что оно вот только по центру, такой писечкой. И там очень много стало людей, и там много аккаунтов, которые всякие фэшн-фотографы, которые просто людей, моделей фотографируют и так далее. Вот такого? Там, конечно, категории стали. Я, наверное, могу подписаться, ну, не подписаться, а просто открывать главную с категорией там scenery какой-нибудь или что-то еще. Но тогда, блин, все будет типовое. А я хочу именно вот выбирать из говна, но поэтому я обычно трачу на это там минуту, а сегодня, ну, чуть ли не минут 8 выбирал, потому что прям тяжело было. Но когда увидел эту, уже сомнений не осталось, конечно. Я думал, тебе тяжело, потому что тут тебе Европа в глаз попадает. Ну, естественно, я об этом же и говорю. Поэтому и тяжело. Тут все в глаз попадает, вся просто жизнь нормальная в глаз попадает. Тут и кинотеатр, может быть, за углом где-нибудь нормальный, в котором все еще что-то хорошее показывают. Какие-нибудь работы Фриды Калла. Не важно, что это художница. Откуда она там, из Аргентины? Или откуда? Ну, помнишь же Фрида? Ну, конечно. Которая монобровная. Ну, я, если честно, не помню, откуда она. Ну, она откуда-то из Южной Америки, если мне помню. Может, из... Мексика, конечно. Не Южная, значит, Центральная Америка. Ну, короче, вы поняли. Вот кто-то там, возможно, короткометражки какие-то еще показывают, кроме блокбастеров. И все классно. Но не унываем. Может быть, еще будет все классно. Мы еще не такие старые. А потом так-то под 40 лет можно накопить и свалить, в общем-то, в целом. Почему бы и нет. Ни хрена, все мы заканчиваем. В смысле, все, значит, нормально. Продайте эти все дома, квартиры. Машины. Вот именно. И просто арендовывать какую-нибудь вон эту, мансарду тут. Да? Там нету дождей, там снега нет. Понимаешь, там нет проблем. Сорваться. На велосипед сел, поехал, книжку почитал. Латы выпил, новости в газете прочитал. И все. Какие нейросети? Ты посмотри на эту фотографию. Там нет ничего. Насрать на эти нейросети просто. Жизнь нормальная, аналоговая. Винил только слушаешь, и радио ловишь в приемнике. Ишь вот с этим шуршанием. Ладно, надо заканчивать. Спасибо. Мне понравилось. Сегодня как-то особенно круто было. Как, собственно, и любой наш подкаст, но, тем не менее, да.